ну что поехали напишите как видно слышно и вечер обещает быть томным очень у нас сегодня ставьте лайк сразу сегодня наша тема это портрет точнее называется она вот так вот классный портрет и наберется именно эту тему порассуждаем нас тут замечательные уже подъехали всякие хейтеры вон смотрите автор бездарных книг дмитрий кораблев пишет послушаем домыслы не очень медведя о классном портрете запасаюсь попкорном в ожидании фотошоу экс-свадебщика вечер обещает быть веселым но сидите дмитрий слушайте вы в партере сегодня но посмотрим да если кто-то будет сразу говорю я не буду пока сразу банить но если кто-то будет писать оскорбление перейдет за рамку то конечно улетит в бан это отдельная часть шоу вот дорогие мои здравствуйте еще раз ставим лайки мы все собираемся здесь постепенно и сегодня у нас очень интересный разговор вообще не секрет что конечно хейтеры нужны конечно просто есть бы они могли удерживаться от оскорблений один богат очень часто действительности один хейтер стоит 10 самых преданных поклонников потому что он гораздо более активно бегает по всему интернету и всем рассказывает про меня чем эти самые поклонники правильно поклонники они хранят секрет типа нечего делиться с кем-то хорошей информации а хейтер бегает везде медведев плохой вот ну что ж поехали на посмотрим на эту тему окей значит что мы сегодня с вами обсудим такие пункты я подготовил мы будем очень много смотреть фотографии говорить на конечно на конкретных примерах потому что фотографии так надо говорить на конкретных примерах вот ну и соответственно вот эти вот пункты первый вопрос очень интересное что собственно главное в портрете да на что обратить внимание на чем оставить акценты приоритеты вот второй вопрос очень клёвый и большинство людей не мыслит так а зря абсолютно он такой как создать условия для классного результата то есть ведь хороший портрет начинается еще задолго до съемки да и об этом поговорим дальше очень просили такую тему раскрыть как работа и коммуникации с тем кого снимаете и постоянно это просят вот ну в простонародье как общаться с моделями но тут вопрос не только в общении да и в режиссуре и в атмосфере в том что люди ощущают когда вы их фотографируете вот значит потом поза эмоций действия в кадре мы обсудим тоже важная вещь которую многие люди упускают они делают портреты но там не очень раскрыта эта тема мы поговорим про фотогеничные образы локации вообще уместно ли так говорить до фотогеничные то есть какие-то которые вот подходят для подходят для фотографии лучше чем другие наверное это имеется виду условия фотогеничные хорошо выглядящие на фотографии вот дальше поговорим про композицию свет в портретной съемке конечно играют огромную роль от инструмента и что еще важно еще какие-то моменты у нас сегодня будут в общем поедем поехали понеслись сперва хочу задать этот вопрос кстати вам не все же мне говорить да с напишите что с точки с вашей точки зрения что главное в хорошем портрете вот если говорить о фотографии да может и не фотографии в записи тоже в принципе портреты живописные фотографические очень похожие там и там можно разные вещи делать вполне напишите да что с вашей точки зрения главное вот смотрите эмоции несать взгляд главный автор ну тоже так можно сказать харизматичность концепция передать эмоции зрителю чувства очи кстати чувства чувства месседж посыл желание глаза в каком мужском или женском о как какой сексизм женском значит одно мужском другое взгляд натуральный свет образ не главного нет то есть все главное а что хейтер это человек да 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 у меня беремка в студии начала рожать потрясающе цвет кожи нужный момент свет свет передача энергии личности его как мне нравится формулировка композиция передать свою задумку сложно да сложно задумка подготовка лицо видите сколько разных критериев самый интересный момент в том что критерии эти не одинаковы то есть у вас у всех разные приоритеты разное понимание на раскрыть сущность портретируемого интересно как ее раскрыть технически вот поэтому портрет это очень непростой не лобовой жанр и у нас есть очень разное что такое вообще портрет ахо ярослав молодец молодец ярослав очень в точку действительно это очень хороший вопрос и прежде чем начать говорить о том что главное в портрете нам нужно конечно же определиться чтобы портретом понимаем и что такое вообще портрет об этом мы поговорим вот евгений холодок предлагает ретушь до состояния манекена и тонировочку кто-то говорит по проверку времени видите какие интересные критерии должен цеплять кого и как каким крючком ладно хорошо еще конечно интересный вопрос что в портрете плохо тоже возникает такой если из хорошо есть плохо что такое плохо кстати вот забавно нас плохо всегда гораздо как-то проще потому что ну всегда понятнее что плохо чем как сделать хорошо вот начинаешь открывать интернет и там такое большое количество картинок и ты на них смотришь и такой сразу вот здесь на даже хором можно сказать да что тут не так да там вот ну помещенец а мрачная диванчик такой не очень стильный вот девушка сидит напряженный уражение лица никакой напряженная то есть позу не такая немножко странноватая ноги куда-то и попу уехали прям провалились ракурс потому что такое не с лучшей высоты но короче здесь вот ты смотришь на картинку в принципе понимаешь что здесь не так да можно по пунктам перечислить и сказать там до кадрирование не очень ну даже ладно хорошо оставил бы человек это свободное место но почему там и дивана нет заканчивается или такую картинку открываешь тоже смотришь ну вот у нее свет такой не очень хорош на ноге дрябло смотри за по образу да по одежде господи боже мой кита ботинки трусы и часы немножко странно камера упала как-то в бок и знаете бывает хорошо когда камера наклоняется а бывает не это не хорошо вот здесь не хорошо как-то камера наклонилась да вот кстати это хорошо написали все как-то жестко я согласен кондова грубо так зажаренных вот вот здесь это тоже смотришь думаешь ну вот наверное начнем с того что пиджак с голыми ногами делает эти ноги очень короткими какой-то слишком яркий свет от окна который прямо так заблинил лицо и вот сделал таким плоским половину лица выдал вот и дымок этот такой несуразный его бы равномернее как-то размахать а он такой ярко бросается в глаза очень этот дым но до девушки даже не доходит то ли его пришопили то ли надымили так и правда как-то несуразно мимо наверно так нашел сквозняк дым никак не хотел к окну подходить вот или вот смотришь на картинку и такой блин ну чё света такой жесткий лицо как-то сплющил с одной стороны с другой стороны темно щека такой дряблый мой руки такие какие-то несчастные темные позу рук и опять напряжена очень до девушка хотя стена в принципе такой прикольный бетонная стена не могу сказать что он очень плохая вот или вот картину здесь вообще яркие фланг на украшениях кстати одета но что-то с ней не так да короче а много таких картинок до плохих мы сегодня не будем разговаривать о плохих картинках потому что иногда я делаю сравнение показываю но давайте просто ну потому что можно бесконечно разглядывать всякие косяки неудачные решения но наверное лучше задуматься об инструментарии для создания решений удачных и поэтому мы поговорим вот на этом плохие картинки закончились раз навсегда кстати нас 505 человек ставьте лайки и мы еще соберемся и побольше и мы сейчас с вами попробуем дефинировать портрет как жанр это очень интересный вопрос портрет как жанр потому что есть определение конечно портрета такое совсем простое ремесленное да это ну и давайте говорить изображение в основном головы лица человека вот что-то такое вот он смотрит там обязательно в камеру или на художника обязательно его хорошо видно все лицо ничего не мешает обязательно ничего особого вокруг нет отвлекающего если есть там оно или размытое или практически отсутствует лучше вообще на ровном фоне достаточно тесное очень часто случается вот как у меня здесь или даже вот такое вот еще теснее кадрирование вот с этих хорошие портреты на документы тут печать такая вот и в таком понимании с портретом конечно все ясно и говорит здесь практически ничего ну по крайней мере я не знаю потому что таких вот портретов я не не снимаю практически потому что это просто скучно я не понимаю как выражать из них и что-то ой слушай но дмитрий все продолжает дмитрий а ты чего сказал-то конкретно вот я дал тебе столько времени прежде чем тебя забанить чтобы ты мог хоть что-нибудь сказать кроме эпитетах вот этих школьных там что сказал не очень пустобрех как это применять на практике а ну ты просто очень торопливый ты скорострел дмитрий ну ладно хорошо слишком быстро кончил слушай я еще не начал даже рассказывать ничего я что два рассказывать буду вот портрет как жанр поэтому наверное стоит этот жанр немножко расширить и сейчас мы посмотрим на нашла 12 минус 3 сейчас мы посмотрим на очень странный такой подход я покажу картинки картинки которые вообще не портретные то есть есть мы все есть какие-то корни фотографии тоже есть такие некие корни на фотография начинается с улицы и она начинается с того что нажимает называется жанр репортаж можно по-разному это назвать ну грубо говоря зарисовки жизни людей да когда нет постановки а вот есть фотограф который шел увидел и заснял какую-то историю и такого очень много и собственно огромное количество существует классической катаго фотографии до такого типа ля брисонду она там и так далее до них еще раньше это было вот и вот это вот история да и но когда ты снимаешь жизнь людей ты снимаешь жизнь людей а люди это самое главное что вокруг нас да в принципе и больше всего и больше внимания ты начинаешь все-таки именно на этих людей обращать и фокусироваться и даже вот в этих жанровых кадрах ты просто видишь какой-то момент какую-то эмоцию там вот человек там взглядом проводил женщин и я успел это сфотографировать это кстати старые да кстати портрет такие в окружении днями ну мне кажется это портрет от очень этих рыбаков если еще быть точным эта фотография это портрет того человека который смотрит на рыбаков который ловит вот да вот это портрет такого это смешно но начинал я тоже с более репортажной фотографии жанр стрита как раз очень-очень много лет назад и вот тогда уже ты все равно снимая такую фотографию то есть просто твои моменты из жизни ты попадаешь все равно какие-то эмоции на каких-то людей очень интересно кстати вот эти две девушки они почти как близнец а за ними сверху сзади такая большая в темных очках идет звезда наверное какая-то вот или вот такой дядечка у метро маяковского зазывал в ресторан чем-то похож на пушкина но очень такого спившегося и странного вот а это вот в кафе blow up замечательный где кстати с познакомился с свое время с очень хорошим человеком вот один агуэра там французские там когда вот приходили на праздник это корабли вот там сидели французские морячки они там напивались и друг другу показывали какие-то интермедии разыгрывали сценки это было очень весело вот вот такая вот история так это молодежь молодежь занимается своим да не отпускайте детей в пионерский лагерь там они напиваются и занимаются сексом поэтому парень сидел мой знакомый вот просто внизу девушки лица дать девочки бегут мимо то есть а в принципе настоящий портрет он рождается не я к чему это все говорю потому что вообще очень прикольно почувствовать портрет не как вот эту голову от которой убрали все лишнее а наоборот сделать шаг в сторону жизни и поговорить о портрете как о человеке который то есть кадре в котором происходят какие-то действия есть окружение или может быть ландшафт есть какие-то эмоции события движения но при этом человек все равно остается главным этой истории да когда главный герой этой истории человек на этой истории то есть говоря о портрете я в принципе стараюсь выйти за рамки сразу практически сегодня до за рамки понимания портрета как просто изображение человеческого лица вот и даже маленькая фигурка она может быть в каком-то смысле портрете что-то рассказывать о людях и показывать это то есть почему бы нет вполне может быть может быть мы не очень хорошо видим человека но мы действительно как многие из вас написали что-то чувствую да вот это очень интересный вопрос а чё там кто-то стер стер не не надо кораблёва удалять пускай его сообщение будут сегодня интригой а я не могу же установить посмотреть удаленное а он там рекламировал свою фотошколу не посмотрите конечно фотошколу дяди димы у него в контакте есть такое это это конечно это апофеоз дебилизма посмотрите обязательно почитайте ну ладно хорошо так вот да эмоции то есть в этой картинке не столько фиксация портрета сколько эмоций человека но они переданы через ракурс через что здесь передаются эмоции до через ракурс через вот это ощущение полета такого маленького гагарина через эмоцию этого человека странно мы не видим его лица это девушка кстати но мы видим ее эмоцию и это очень здорово мы ее как бы угадываем даже наверное в каком-то смысле или вот тот же люди уходят спиной но при этом это мне напомнило фильм такой был как такеша китана который назывался куклы да и через позу этих людей мы все равно читаем отношение к ним да и сегодня мы говорим вот этот крест еще справа такой ненавязчивый вылезающий из намекающий такой крест я решил совсем уж драматургию идти на вот и даже иногда у тебя вообще нет человека то есть вот вот она гостиница прибалтийская в тумане и все но даже когда ты смотришь на этот пейзаж ты ощущаешь его некую историю баланса думаешь вот сюда бы вот здесь сейчас сюда бы вот этого человека поместить представьте здесь человека с гримом орликина такого грустного в пальто и с гримом орликина или пьеро там не знаю пьеро да грим пьеро и обычно такое пальто темное советское вот он стоит посередине как бы это было здорово вот отсюда идет мое понимание портрета то есть если вам интересно почему я снимаю такие портреты которые многие люди считают не портретами да вот почему это происходит потому что мое понимание портрета родилось принципе на улице идет от стрит фотографии от ловли от жанра вот и именно в этот момент я начал то есть я постепенно просто ловил все эти кадры которые видите это все стопроцентный жанр стрит репортаж то есть они не инсценированы не установлены они пойманы в жизни и с этого я начинал с того что я ловил и это кстати классные фото они они прекрасны совершенно почему нет вот иногда вот портрет бабушки в японии когда первый раз поехал японию это было очень давно двадцать чем-то лет назад а вот да да вот смотрите девушка пишет это все портрет думала мы сейчас перейдем портрет это пока не портрет это пока такое мое размышление насколько понятие портрета эластично то есть вот это портрет или нет вот интересный вопрос да смотрите вот эта бабушка она не очень большая но она здесь несомненно главное и мы знакомы с ее личностью хотя она маленькая с палочкой на очень строго и сильная она ждет автобуса когда же он приедет потому что у нее нет машины вот вот да вы всегда думали вы всегда думали что портрет это крупное лицо в кадре а я сегодня хочу с вами пообщаться на тему а так ли это кто вообще нас ограничил ведь да существуют какие-то эталоны жанров вот есть это крупное лицо в кадре есть пейзаж между ними существует бесконечное количество промежуточных вариантов да человек может становиться все меньше 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 пейзаж все больше и больше это все равно будет но все равно если человек остается главным если он все равно герой этой истории на то это на прочность пейзажа мы тоже поговорим это очень интересно или вот такая картинка да смотрите здесь модель она можно было бы скадрировать этот кадр по-другому и получить модель очень крупно да но здесь она небольшая и огромные роль играет здесь ракурс на архитектуру вот этот кран который висит сверху и все вот это вот вот или вот здесь такая история чей даже это портрет да это люди о ком-то говорят и мимо проходит такой темный силуэт можно и вспоминают кого-то сидят где-то на вокзале ждут своего поезда вот но бывает и такой конечно портрет который более вот прям вот слева это замечательным сиспышкин встретился на улице бах справа это жена и ребенок моего друга где-то в петергофе мы гуляли и я вот щелкнул пленочные кадры основном бывает просто идешь по смотришь свадьба какая-то очень смешно потому что в этой фотографии мы видим одновременно выпускной свадьбу у ним было тесно получился такой странный гибрид выпускной и свадьбу в общем и они все и самое главное что еще у них очень большой случился когнитивный диссонанс на том основе что я их фотографирую о них фотограф почему зачем и кого в они не могут понять кого я фотографирую то ли выпускной то ли свадьба вот девушка идет тоже с выпускного нет это все в питере вот парни решили прям на стрелке вот кто-то голубей выпускает на них смотрят посмотрите можно сказать что я был свадебщиком еще до того как я стал свадебщиком потому что я щелкнул из-под тяжка каких-то пару вот люди бегут а вот это портрет или нет этих четырех человек и что это вот такие дела до спина например спиной клачат считать это портретом или нет интересный вопрос но так вот вот так вот но короче говоря короче говоря зачем я все это показывал вам определение портрета не должно быть каким-то супер узким наверное портрет это кадр который рассказывает про человека но в чем здесь самая большая сила и самое большое пространство и свобода это очень классно кстати ставьте почему все смотрят в кадр потому что я их позвал так и есть возможно что ты им сказал или еще чего-то или парнем сказал что я их снимаю а джених и невеста обернулись ну как то так получилось забавно вот да спина тоже была портретом правильно и поэтому давайте договоримся о некой свободе то есть нам интересно не сужать границы нам интересно их расширить нам интересно понять что такое портрет в самом максимальном смысле и для меня портрет это рассказ о человеке или его свойства практически любой даже если он выполнен в виде фигурки или спины но если моя цель как фотографа была рассказать что-то вам зрителю дать почувствовать именно об этой личности об этом человеке об этом персонаже об этом маленьком человечке может быть даже маленькой этой старушке японской то для меня это все равно портрет вот это очень важный момент вот так я понимаю да и портрет это комплексное понятие написал кот мохнатый абсолютно правильно я бы сказал это синтетический жанр то есть он содержит в себе и непосредственно такое жесткое понимание портрета как изображение человека и пейзажную составляющую и репортажную какую-то сюжетную составляющую действие эмоции много всего он в себе содержит и даже фото рук может быть портретом вот кто-то здесь у меня в телеграме как раз прислал фотографию там где девушка ест спагетти или что-то там есть ее грудь но нет ее лица но есть грудь есть вилка iphone который закрывает эту грудь он написал только посмейте мне сказать что это не портрет и знаете я с ним согласен это портрет ну то есть почему нет это портрет вот портрет куста да может быть и так хорошо но мы все-таки будем говорить о портрете человека вот здесь есть некий нюанс я все-таки сегодня про портрет человека даже не собачки не котика не лошадки не куста но про портрет человека вот и какие вещи из чего он складывается то есть что играет роль в нашем восприятии да какие инструменты мы можем применять что нам нужно в пас портрете каким над чем зачем следить с чем работать что было классно смотрите давайте расскажу эмоции несомненно играют большую роль и как раз очень много портретов которые неудачны они неудачны не потому что там ну модель плохо светили или ее как-то неудачно скадрировали или еще что-то нет они неудачны из-за по одной простой причине потому что эмоции этого человека не хороша не уместно какая-то странная деревянная напряженная короче говоря эмоциональная фальшь есть так можно сказать это слово фальшиве но не фальшиве но эмоционально короче эмоции является проблемой вот у огромного количества фотографов все остальное в принципе норм до портрета радужки глаз тоже может быть дальше а свет конечно играет большую роль потому что сам по себе может быть цвет казалось бы ну не очень насчет натюрморта смотрите да расширять границы можно бесконечно это очень интересное упражнение дает кучу пользы вот вы мне сейчас говорите что так эмоции интересные должны быть эмоциональный человек мужчина правильный у меня есть классная серия где плачет парень красивый у него слезы текут это очень красиво покажу может быть попозже вот но я не о том я о том что если вы расширяете понятие портреты то там вы находите то есть мой сегодняшний тезис очень простой классные портреты лежат там где вы начинаете расширять границы выходить за рамки простого вот этого понимания лица потому что все уже наелись этих лиц что дальше по поводу вещей которые могут рассказать о человеке существует такой жанр живописи еще из гад голландцев известно за это ванитас суета суть этого жанра в том что натюрморт из различных вещей принадлежавших человеку который рассказывает его историю его жизни при этом самого человека в кадре нет то есть да есть и такое вот направление ваке значит смотрите ну еще до объема экспозиция потому что вот свет тоже очень хорошая вещь он дает настроение мы сегодня посмотрим примеры он что-то показывает что-то скрывает правильное освещение передает эмоцию до плохое закрывает портит этот блин на лице вот тоже ракурс под которым мы смотрим на человека вспомните эту девушку да которая стоит позе гагарина именно ракурс создает историю композиция то есть соотношение между человеком и фоном как он с ним пересекается окружении фон вокруг него одежда и образ конечно там уж него прическа там еще какие-то нюансы этого человека как он пострижен и побрит действие которое делает вот это все вместе является составляющим портрет да и взгляд это часть эмоций здесь я даже не стал как это сказать расписывать потому что эмоции это и взгляд и там другие элементы но все вместе это эмоция мы так говорим вот но интересно что все это является не целью а лишь средством если думать как бы глубоко и думать со стороны именно результаты воздействия портрета на зрителя и зрителя то самое главное это вот эти четыре пункта как будто что слева формирует и создает мы используем инструменты которые слева работаем с эмоции моделью со светом с объемом экспозиции ракурсом освещения композиции окружением фоном одежду может быть подбираем может быть нет образ действия какие-то сами происходит или мы их режиссируем а результат такой что зритель видит какие-то ощущения настроения он скажем так признает или не признает некую красоту красота как известно глазах смотрящего и это такой процесс то есть человек должен почувствовать что он должен почувствовать эту красоту поэтому это тоже красота это тоже ощущение внутри вас но вот да вот 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 признает или нет он красивым причем здесь очень интересно что можно признать красивым человека можно признать красивым ситуацию часто мы это как бы у нас не ну не разделяется так хорошо мы в действительности вот красивый этот человек или нет мы не очень знаем но мы видим некую ситуацию стоит девушка на столе в какой-то странной очень заброшенной комнате, которая просто Чернобыль какой-то. И вокруг нее летает куча бумажек, как птицы. И это красиво в целом. Это красивый кадр. Но красота чего здесь? Еще и такой яркий желтый свет идет. Или вот здесь вот тоже красив этот человек или нет? Его не видно толком. А эта девушка красива или нет, мы не знаем. Ну вот именно вот это я хотел. Вот тут вот красива эта девушка или нет? Это очень интересный вопрос. Вот. Это очень интересный вопрос. Потом оценка человека какая-то происходит. Например, статусность. То есть вот хорошо он одет или не очень. Да, как эмоции. Мы сейчас обо всем этом поговорим. Не торопитесь. Давайте спокойно буду рассказывать. Какая-то еще может быть информация. Например, мы можем глядеть на картинку и у нас возникает некая информация. Ну, например, мы там понимаем, что этот человек, он чем-то занят. Ну вот он, допустим, водитель или он учитель, или у него хобби какой-нибудь есть, или он животных любит или не любит, или он злой, или еще что-нибудь. То есть какая-то информация. Вот это реальные реальные цели того, что вы делаете. И очень важно у себя в голове это разделить и сказать себе честно. Вот, на самом деле, почти 500 человек, лайки все ставим. А ему вот это, это инструменты. То есть это не самоцель. Люди, которые считают, что вот просто нужно правильно сделать вот это, они тоже не добиваются высшего предложения. Потому что настоящий пилотаж, настоящий кайф — это сформировать у зрителя вот эти пункты так, как ты хочешь. То есть научиться доносить вот это через инструменты. Скриншоттик. Кто зарегистрировался, мы потом презентацию кинем в канал, ну в котором вы, в канал мастер-класса. Кто зарегистрировался, кто нет, внизу я ссылку оставлю на мастера, зарегистрируйтесь, получите презентацию. Вот. Поэтому наша цель — то, что называется выразительность и всегда фотографии, вот даже обучая именно технической фотографии, то есть обучая свету, экспозиции, цвету, там, текстурам, резкости, вот куда-нибудь там, вот обучая таким простым вещам, я всегда держу в голове главную цель, что всё это делается не само ради себя, да, не как-то в воздухе, а это всё делается ради именно выразительности. То есть чтобы выразить что-то для зрителя, чтобы он что-то почувствовал, ощутил. И в портрете это, наверное, вот такие вот истории. Ну и, в принципе, если быть честным, информация — это вообще всё, что угодно. То есть может быть, например, история, история про человека или его страдания, или его радости. То есть здесь абсолютно это бесконечно, можно всё, что угодно рассказать, да, вот это самые рассказы, самый текст, но не текст. Вот. Поэтому наша цель выразительности, мы сегодня будем учиться делать выразительные портреты. И, наверное, я, может быть, рискну сказать, что, ну, давайте так и посчитаем, что классный портрет — это выразительный портрет, который рассказывает, выражает, когда вот вы хотели что-то рассказать, и человеке выразить что-то, какую-то мысль, чувство, ощущение, и у вас получилось. Нет никогда гарантии, что это будет идеально точно понято и воспринято зрителями. Вы имеете в виду одно, зрители видят другое. Но всегда есть вот этот вот парадокс, что никто не гарантирует, что вас поймут определённым образом. Но всегда понятно, что фото пустое, что если вы сами не ощущали, не думали, не заложили в него чего-то, не переживали, у вас не было каких-то чувств или мыслей или сюжета, то зритель всегда видит, что в фото этого нет, что это как таксидермизм, как пустая тушка животного, которая вот подходишь к этой тушке и понимаешь, что она не живая, да, она пустая, это просто фиксация, как говорят, констатация, был такой термин, не помню, кто там говорил у нас из блогеров, да, констатация бабы, без обид, я имею в виду, что есть целый сюжет таких фотографов, целый, как это, когорта, который, по сути дела, просто констатирует того, кто перед ними, да, на фотоаппарат, и при этом ничего не выражают и не рассказывают этим. И я считаю, это последнее дело, то есть, ну зачем, зачем переводить пиксели и аккумуляторы, и ресурсы затвора, если вы не рассказываете никакой, да, пустой кувшин, стакан не наполнит, написал Лайконфильм, именно об этом я, всегда видно, когда есть наполнение, поэтому надо стремиться к этому, надо стараться, чтобы ваши картинки, неважно, будут они нравиться, не будут нравиться, но люди смотрели на них и понимали, что они наполнены, они выразительны, они рассказывают историю. Итак, еще раз, наши инструменты для этого, то есть, у нас есть такие инструменты, эмоции, свет, объем, экспозиция, ракурс, композиция, окружение фон, одежда и образ, действие, это основные инструменты, с которым, в принципе, сводится большинство работы портретиста, да, вот, правильно, да, говорит Дмитрий, смотришь, не понимаешь, но чувствуешь, вот чувствуешь ты, содержательно или пустое, вот всегда можно пластмассу, вот берешь в руки, всегда можно пластмассу отличить от настоящей железки, понимаете, даже если ты не открывал коробочку, вот, и вот такая история. И у нас есть еще два этапа, когда мы можем этим заниматься, это до съемки и на съемки, то есть до съемки мы можем что-то закладывать, да, каким образом, сейчас мы обсудим подробно по пунктам, не переживайте, и на съемке мы можем с чем-то работать и что-то закладывать. Ну, вообще, если быть честным, все еще сложнее, потому что вот так я, во-первых, существует еще и после съемки, там играет роль, конечно же, выбор фотографий, обработка, раскладка этих фотографий как-то особым образом, да, то, что называется билд-редактирование или визуальная поэзия, у меня целый ролик об этом есть, подача их, как все это подать, подписать и подать людям, вот. Господи, боже мой, ну вы какой-то странный человек, вот мне говорят, а если это ребенок с ДЦП, как его снимать для родителей, если красив, ну как запихнуть этот кадр? У меня есть очень хороший стрим на тему, как снимать полных людей, и то, что я там говорю, если это ребенок с ДЦП, не старайтесь его снимать, как здорового ребенка, ну это глупо. То есть, ну в нем все равно есть какая-то красота, эстетика, свет, пол и так далее, но не надо скрывать, что он с ДЦП, в чем сложность-то? Снимите ребенка с ДЦП, как ребенка с ДЦП, но придумайте интересную одежду, придумайте хороший задник, может какие-нибудь действия или ситуацию, пускай он даже на костылях будет там, или сидеть вот с ногами своими вот так вот, вот. Не скрывайте этого. Снимите красиво ребенка с ДЦП. Не понимаю, почему это не очевидно, почему люди, вся проблема со съемкой вот всех этих специфических историй, типа полных людей, детей, инвалидов, там то, сё, она заключается в том, что вы сами, вы сами, как автор, их стесняетесь и не хотите принимать и видеть. То есть вам, их особенность, она для вас является проблемой. И поэтому вы начинаете говорить, что типа, как их снимать, я не понимаю, что мне делать, потому что я не хочу его видеть, да, ну окей, тогда не снимай. Но если ты можешь нормально отнестись к этому человеку, то есть, ну, воспринимай его как человека. Вот это, кстати, огромная история, связанная с тем, как я снимаю детей. Я снимаю детей как взрослых, я не воспринимаю их как каких-то детей, вот это вот нарочито, ярко, весело. А почему-то они у вас не улыбаются, почему они у вас не в разноцветной одежде, а в чёрно-белом. Потому что для меня ребёнок – это не ребёнок, это просто личность. Ну такая же личность, как старик или человек среднего возраста – это личность. Вот. И поэтому здесь, да, всех можно классно снимать, конечно. Вот. И более того, снимать хорошо полных людей – это здорово, потому что сразу это становится видно, это гораздо… То есть легко снять красивую модель, красиво, да? А вот сними полного человека красивой, и к тебе потянутся, оценят твои возможности, умения. Вот. Ну вот да, вот правильный ответ. Пока у тебя не получается. Ну посмотри, подумай, послушай, что я сегодня расскажу, и попробуй это применить к съёмке человека с ДЦП. Вот. Окей. Смотрите. Ну и вот у нас делится здесь на три. Ладно, я немножко сбился, буду всё-таки идти по презентации. У нас делится на три зоны. До съёмки мы работаем, выбирая какую-то локацию. И не только локацию, но время и условия, потому что важно не только место съёмки, да? Важно, например, там светло или темно, в какое время и так далее. Вот. Образ героя, конечно же, да? То есть кем у нас будет, как он будет одет, что там будет происходить. И сцены и действия. То есть желательно заранее, ещё до съёмки, даже предположить, что не какой-то один придумать кадр. Вот у меня есть модель, вот у меня есть, не знаю, комната в студии, ну всё отлично, а там на месте что-нибудь сделаем. А вот заранее подумать, а что вообще этот человек может делать. То есть какие его действия, эмоции уместны и хороши будут. И придумать себе не одну картинку, как большинство фотографов, которые идут снимать портреты, они придумают одну картинку себе в голове, да? Ну чёрт, ребята, про полных зацепились. Так, на 716-й анакет. Есть мой канал, на моём канале есть отдельный прекрасная лекция, как снимать полных. А также есть как снимать детей. Там есть куча примеров. Всё рассказано, показано. Полных снимать офигенно. Очень круто. Когда умеешь, снимешь. Вот. Поэтому всё там нормально. Окей. И, соответственно, вот нужно придумать вот эти вот вещи. Да, это до съёмки можно об этом поработать. И мне скажете, да ну, а что, какая разница? Ну вот у меня есть модель, вот у меня есть локация, пойду и поснимаю. Да, многие так снимают в жанре фотопрогурки, ничего не придумываю, не прорабатываю до. Но это очень сильно портит результат. Поверьте мне, сразу видно вот эту вот майлку, одинаковость и так далее. Дальше. На съёмке что вы можете делать? Да, можете работать с локацией, ну, что-то подвинуть, убрать, решить, что у вас в кадре, что не в кадре. Всё, что угодно можно сделать. Вот. Потом работа с образом героя у вас может быть, да. То есть вы ему как-то одеваете, раздеваете там и так далее. Меняете что-то в нём. Работа со сценой, то есть каждую конкретную сцену, где он находится, что он делает. Конечно, там есть выбор оптики, там ракурс, композиция, вот это всё решить, откуда и как снимать. Дальше там параметры вы настраиваете. Ну и, собственно, вот ловите те самые действия, эмоции, моменты. Возможно, взаимодействуете с человеком, не только чтобы он сам там что-то делал, да. Но вы ему и говорите примерно, что должно быть. Вот. Ну и после, после вот это. Вот есть куча, поэтому портрет, это такое достаточно большое мероприятие, в котором есть много моментов, над которыми можно поработать. Не думайте, что это просто вот выйти и нажимать на кнопочку. Хотя многие, конечно, у нас уровень фотографии не очень глубокий образованности. И есть много людей, много там блогеров, каких-то фотографов, которые достаточно популярны, которые гораздо примитивнее подходят, да, к процессу портрета. Вот. Но это сказывается потом на результате, как не крути. Сцены зимой ограничиваются студией? Нет. Почему? Во-первых, можно снимать на улице что-то. Во-вторых, есть заведения, бары, клубы, рестораны, репетиционные точки, концерты, музеи, инсталляции, заброшенные заводы, производство, офисы и миллион библиотеки. Смотри, друг, да, Джуль Верн. Джуль Верн был с очень хорошей фантазией человек. Все ограничивается только твоими собственными вот этими, которые там у себя в голове выстраиваешь. Зима, студия. Не снимай в студии, есть миллион мест, где можно снять ни в студии, ни замерзнуть. Серьезно. Даже если твоя задача там, ну, человека снимать без... А можно и голову зимой снять, старание все отрепетировать, он быстро разденется, щелкнуть и быстро одеть. Ладно. Начнем про условия. Смотрите. Подход очень интересный у меня в этом плане. Я об этом всегда говорю. Правда, очень часто это как об стенку горох. Вот. Но я очень часто говорю, что самое важное фотографу это создавать себе условия для успеха. и давайте обсудим вот те условия, которые можно создавать еще заранее, да, как бы. Вот. Об этом я сейчас поговорю. Значит, смотрите. Начнем сначала. Время и длительность. Очень многие фотографы... А, стужу он имел в виду, а не студию. Ну, я не знаю, ну, неважно, еще раз говорю, со стужей, опять же, существует огромное количество помещений. Ну, просто не понимая все эти детские вопросы, то есть, смотрите, кто-то что-то делает, а кто-то ищет повода не делать. Ой, зима, ой, холодно, но не будем фоткать. Ну, у вас же получается как-то зимой жить? Вроде не умираете, а почему фоткать вы не можете? Найдете способ. Ладно, давайте пойдем. Да, не расстраивайся, Жульверн, но... Вот. Полезный все равно был вопрос, полезный ответ по-любому. Окей. Смотрите, как создавать себе условия? Все, дорогие мои, давайте сфокусируемся на условиях. Значит, время и длительность съемки очень важны. В-первых, когда, потому что днем один свет, вечером другой, потом совсем темно. То есть, нужно внимательно понимать время фотосессии, и особенно как раз зимой это играет роль, потому что темнеет, утром темно, вечером темно, вот. Поэтому, даже снимать в помещении, свет из окна тоже зависит от времени, поэтому очень хорошо надо понимать время, да, когда вы будете снимать этот портрет, и длительность, которая вам нужна. Огромное количество проблем связано с тем, что люди очень торопятся, не дают себе достаточно времени, чтобы модель адаптировался. То есть, люди что-то арендуют студию на часик, не успевают, психуют, все получается. Вот. Короче, время и длительность съемки это важные вещи, о которых стоит подумать заранее. У кого опыт большой, конечно, им проще. Но опыт тоже такая штука, если вы снимаете разнообразно, они все время там в одном углу, одно и то же, с разными моделями, то, возможно, ваш опыт с предыдущей съемки не пригодится на следующий, настолько, насколько вам бы хотелось. Дальше. Место или места. Выбор мест. Сейчас я покажу примеры и расскажу. Это очень важно. Это очень важно. То есть, место может быть важнее человека. То есть, как бы, место иногда красит человека, чтобы там не говорили. То есть, выбрав крутое место, не обязательно самое красивое или дорогое. Сейчас мы посмотрим кучу разных примеров. Но выбрав хорошее место, вы во много, во много раз улучшаете комплементарность восприятия героя, даже если он там в трейниках все равно в этом месте стоять будет. Я вам серьезно говорю, потому что, если возьмете какого-то среднестатистического небритого дедушку в трейниках с отвисшими коленками и овощкой, в которой кефир и бутылка, но поставить его посреди Букингемского дворца и хорошо его там осветите, то это зайдет за крутой портрет. Ну, как бы это сработает, триумф на контрасте будет. Поэтому вот это очень важный момент, да, место или места, где снимать, и когда люди наплевать с китом относятся, это очень плохо. Здесь нужна школа как раз пейзажная, нужно чувствовать именно пейзаж, чувствовать задник отдельно, да, и очень много портретных фотографов, они так сфокусированы, не у фотографов, портретные фотографы, которые с моделью работают, они работают с моделью, они, может быть, работают с одеждой модели, с освещением на модели, но они не работают с задником, у них нет ощущения пейзажа, задника, как вписать модель в задник. Вот с этим проблемой. Дальше. Может быть какой-то стейджинг или декор, то есть в принципе не грех иногда что-нибудь подвинуть, может быть даже что-то с собой притащить куда-то, ну вот пресловутый рояль в кустах где-то там или в поле, да. Иногда и это бывает вариант. Хотя бы стул, да, вывести в пустырь. Вот. И одежда, прическа, макияж, грим, конечно, над этим тоже очень плохо работают часто. То есть тут фотографы делятся. Есть часть, которая, в частности у меня получилось, который прорабатывает одежду заранее, думает о прическе, макияже. Есть, которые нет. Кстати, небольшой ноу-хау, всегда это говорю. Да, панки и фото за гаражами, да, кстати. Ну вот кто у меня смотрел, ну опять же, вот посмотрите у меня бэкстейдж съемки с панками. И очень интересный факт заключается в том, что я снимал на районе, где я родился, и я абсолютно четко заранее знал все точки, где я буду снимать и даже какой там свет, потому что я там много бывал в разных условиях, да. То есть сперва я снимал солнечным этим светом сзади, вот под ногами куриных ног этого дома. И я четко знал, что там будут цветы и будет светить солнце. И там так и получилось, потому что я там был. Более того, я там туда зашел за день до этого, и вот как раз, то есть я просто двигался и такой, вот тут надо снять, вот тут надо. Потом вот это вот наверху, где это не за гаражами было, это наверху торгового центра, на втором этаже там интересное место, необычное. Я тоже знал, что там есть, и какой там будет ситуация, колючка там, вот этот закуток, освещение. Вот. Небо и дома на фоне, за оградой такие. Потом третье место, где мы там в деревьях, в темноте депрессивно, там всегда темно, даже летом, в яркий солнечный день, там такие деревья, которые собирают темноту, и вот эта депрессия, тоже я знал про это место, я там прохожу. То есть, как ни странно, ты попал пальцем в небо, да, как говорят. И вот эта вот история, ну, насчет, почему Львовец не одела бабушку в треники. Слушай, если бы ей разрешили, тут, к сожалению, Львовец, она, посмотрите, как она Цукерберга тут сняла, этого, а, этого Безоса из Амазона с женой. Если бы ей позволили, она бы одела бабушку в треники. Она любит издеваться, но там просто, это был парадный портрет английской королевы, парадный портрет делается в парадной одежде, она строго определена этикетом, ее, она не может быть другой, к сожалению, там даже корону достали, так что здесь ничего не сделаешь. Вот. Ну, и, соответственно, вот человек, который про эти панки и фото за гаражами, ты замечательна как раз, это классическая моя работа с местом. Когда я снимаю вместе в местах, в таких играх я уже был, видел, как там все, по свету и прочему, и был при этом в это время. То есть очень часто я скаучу или посещаю локацию, я стараюсь в связи с коммерческой съемкой, я никогда не сделаю коммерческую съемку практически в месте, где я первый раз. То есть обычно я уже там был, я видел, я приметил что-то, это очень полезно заранее сделать, это скаутинг мест. Причем я прикидываю, не только на уровне, я буду снимать вот здесь, но я сразу понимаю, я буду снимать в эту сторону, вот это у меня будет в кадре, а в ту сторону я не буду снимать, потом я сниму вот у этой стены там, и так далее. И так и есть. Ну окей, ладно, поедем дальше. Стейджинг и декор, это когда вы работаете, что-то привносите в это место, то есть как минимум там переставляете или добавляете от себя. Это понятно. Аксессуары, артефакты, это тоже очень все важно, потому что какие-то мелочи, детальки, они бывают прикольные, может быть, что-то можно в руки дать. Единственное, что очень многие фотографы работают, кстати, отличие от аксессуаров, от артефактов, я сейчас объясню. Артефакт, он имеет какой-то смысл, это, например, как палочка у Гарри Поттера, а аксессуар он просто дополняет. Ну там часы, ну какое-нибудь украшение, шляпа. То есть он как бы аксессуар части образа, артефакт, что-то отдельное, типа пистолета, что играет свою роль. Вот. И аксессуары, артефакты, это очень клево, их неплохо использовать. Мы сейчас посмотрим примеры картинок для рассказа какой-то истории или сюжета. Они дают драматургию, рассказывают сюжет. Но большинство фотографов, у них есть другая проблема, у них если есть какой-то артефакт, они его не могут просто вот из кадра вынуть всю съемку. Но если есть уж у модели в руках пистолет, то 55 кадров будет, и во всех она с пистолетом. А нужно только 1-2 с пистолетом, а дальше уже с чем-то другим, дальше с гитарой. И вот это вот неумение вовремя с аксессуарами, артефактами остановиться, оно как раз является здесь проблемой. Вот. Ну и эмоции и действия, собственно, тоже заранее можно продумать, придумать и делать. Вот. Так что, товарищи, создавайте условия, и сейчас давайте посмотрим и обсудим этот вопрос на примерах. Вот. Как раз на тему создания условий. То есть очень хорошо, если вы заранее отскаутили место. Вот. Или хотя бы понимаете, что вам надо. Или внимательно хотя бы отнеслись к этому. Ну вот смотрите, дорогие мои. Сейчас я показываю примеры своих работ и расскажу эту кухню, связанную с созданием условий и обстановки. Просто чтобы вы поняли, как это делается. Хотя у меня достаточно ненавязчивые картинки зачастую. То есть они спрямляются, как прямо такая натуженная постановка. Да. Нет. У меня нет своего набора артефактов, так же, как у меня нет в своей фотостудии. Потому что все это очень ограничивает однообразно. То есть для каждой съемки что-то другое будет придумано. И я стараюсь... Ну есть некоторые вещи, которые появлялись у меня в съемках два раза максимум. Вот. У меня был цилиндр забавный. Наверное, он был у меня в двух или в трех съемках. Цилиндр. Потом я его подарил сыну, чтобы он точно уже у меня не появлялся в съемках. Вот. Но можно что-то. Да, есть вот, правильно говорят, красные рубашки в клетку у Терри Ричардсона, которую он на всех одевает. Может быть так, это может быть фирменным знаком. Давайте в руки кому всем какую-то бутылку с чайным грибом носить и давайте в руки всем, кого снимаешь везде, во всех странах. Ну, у меня не так. Но посмотрите на эту картинку. Это... Что здесь есть с точки зрения подготовки? Во-первых, может показаться, что это, типа, некомфортные условия. Машина едет, дорога, модель лежит. Но, интересно, смотрите, это захолустит, то есть вот этот поворот, и специально я выбрал этот поворот, чтобы был такой ракурс, чтобы дорога не была тупой. Она как бы поворачивает за угол, и там сложные какие-то вещи, да. Дальше, это наша же машина, то есть эта машина не едет, это обман. Это машина, на которой мы приехали. Мы ее специально поставили, включили фары, и композиционно выверили все так, чтобы машина была на заднем плане. Но понятно, что если бы это было реальное движение, реальные автомобили, то это было бы некомфортно, и гораздо хуже. Дальше, посмотрите, у девушки платье, то есть она в платье и в туфлях, да, то есть это тоже вот работа, у нее есть прическа, у нее есть макияж, у нее есть платье, и именно это на локации и создает такой интересный контраст, да, такая новая, современная Анна Каренина, такая в каком-то смысле. Есть эмоции здесь, тут есть работа с экспозицией, есть работа со светом, девушка явно выделена на фоне всего, что происходит. Правильный выбор времени. Очевидно, что это уже вечер, видите, фары, они уже достаточно сильно выделяются, но еще не полностью темно. Это точно вот этот час, когда вот так хорошо. то есть, естественно, работа со всем этим происходит. иногда, иногда там сделать, допустим, вот можно какую-нибудь историю, связанную с, как это сказать, ну, костюмированную историю, да, то есть, здесь такая девушка, не из нашего времени, у нее есть меч, и под это, под этот костюм, да, вот был вот этот костюм, такой некий, и под этот костюм подбивается место, да, то есть, какие-то такие камни темные, что-то такая, какая-то замковая история, соответственно, здесь нужно держать в голове вот это вот все. Вот, вот ковбойская история, и эта ковбойская история, она просто-напросто создана всего лишь тремя вещами. Она создана шляпой, то есть, это студия, да, правда, здесь есть, господи, ребята, ну, со смыслом просто, ну, а вот сами подумайте, хорошо, здесь есть смысл или нет. Я же вам уже сказал, что это образ такой новой Каренины, да, то есть, девушка светского общества, которая так всем утомилась, что решила от несчастной любви под машину лечь. Да, машина не резкая, поэтому, ну, мне тяжело объяснять, то есть, я же не закладываю смысл на уровне, мне часто вот говорят, типа, объясните текстом, да, но я не закладываю смысл на уровне прям совсем такого текста, прямо суперлобового. Вот, я все-таки стараюсь, чтобы люди свою какую-то историю здесь сюжет придумали, но намек здесь понятен, то есть, понятно примерно в моей голове в какую сторону все это двигалось, да, и о чем здесь сюжет. По-моему, очень сложно эту драматургию с машиной упустить и не понять. Вот, вот такая история. Про ковбоя расскажу, да, тут все достаточно локально, достаточно локально, но здесь есть, правда, очень хороший, очень хороший свет такой сделанный, он хотя сделан в студии, это студия, но здесь есть небольшая хитрость, во-первых, фон сзади, это не классический студийный фон, а такая ткань определенная грубая, которая создает такое впечатление, скорее, ну, нет ощущения, что это прям вот студийная фотка, и освещение такое жесткое, скорее похожее на солнце или какую-то жесткую лампочку, оно тоже не дает ощущения какого-то студии, большинство людей, где они фотку, они не вспоминают студию, скорее вспоминают его словно в какой-то локации, вот, но это так сделано, но это студийная съемка, как здесь собран этот образ, да, то есть, что здесь нужно, вот грубая одежда, вот это у него рубаха, вот это пальто, на нем не пальто, как, не знаю сказать, такой брезентовый, в смысле, это брезентовый пожарников такой, есть плащ, да, брезентовый, вот, шляпа это, там такая еще банданка есть, и самая интересная вещь, да, это мелочи, он запачкан, то есть, я попросил человека, у него ногти немножко грязные, там, если глядеться, там у них края такие подбитые, есть чуть-чуть грязи тоже, ну, они там, вот внимательно посмотрите, там ноги второго пальца вот это торчит, вот, мы сделали хитро, он несколько дней не мыл волосы специально, чтобы мы пришли в такую кондицию, плюс еще мы их масло на носок, дальше мы нанесли на него грязь, и поверх грязи мы нанесли тоже масло немножко, ну, типа, Аля Джунсенс Бэби, вот, да, сварочная куртка, аля такая грубая, то есть, мы создавали образ вот такого ковбоя, который много дней не мылся, скакал на лошади, там, жара, грязь такая, вот это вот все ощущение, очень такой дикий запад, вот, и даже через такие мелочи в портрете можно рассказывать историю, но это надо продумать, создать заранее, то есть, это вряд ли само родится на месте уже, если вы уже просто, вот, есть человек, и вы его уже фотографируете, вот, вот тоже история, отдельная история о том, как, вот тоже история о том, как создается, да, некая драматургия, именно подготовка образа, то есть, допустим, понятно, что это сумка Яндекс.Еды, да, понятно, что это аллюзия на Иисуса в пустыне, и такой человек, вот он с бородой, у него такой вид, да, соответствующий, и забавно, что при этом на нем одет, по сути дела, спортивные штаны и одидасовский халат такой, вот, но при этом задается впечатление такого образа, что длинная одежда и Яндекс.Сумка, да, такой библейской, вот, который всех накормил, это Яндекс.Доставка, и он всех накормил, вот, и это очень интересно, то есть, здесь тоже, вот, выбраны локации и время, это вечер, это пустыня такая абсолютно, очень круто, я поймал вдали, вот этот едет грузовик, который там, он постоянно регулярно проезжал, я такой, надо прямо вот с грузовиком сзади, вот в этой пустыне, где-то вдали едет грузовик и выносит нас за скобки этой ситуации, модель, здесь есть не ваше секрет, модель подсвечена искусственным светом, и, соответственно, вот это Яндекс.Еда.Сумка, тоже такая узнаваемая, отдельная история, я ее купил на, купил на, как это сказать, ну, от него больше даже лошадиным потом должно пахнуть, чем человеческим, от ковбоя, купил я на Авито, эту сумку, и была очень веселая история, что, когда я ее купил, и потом у меня лежало полгода дома, я думал, может, что-нибудь еще с ней снять, снял там еще одну съемку, и потом я ее, короче, выставил продавать, и в этот момент случилась какая-то безумие, и всем нужны были Яндекс.Сумки почему-то, то есть их скупали за какие-то бешеные деньги, получилось, что мы эту сумку продали, знаете, там, раз пять дороже, чем купили, то есть какой-то бред был, я не знаю, что это происходило, он говорит, ажиотаж на сумке, я про нее вспомнил, такой, отлично, надо продать, ладно, поэтому я на этой съемке абсолютно точно еще заработал на сумке, вот, и, соответственно, иногда условия это что-то совсем простое, если вы смотрите вот на эту картинку, вы мне говорите, ну, тут-то, тут-то нет, да, это искусственный свет, подсвечивает немножко героя, просто он ненавязчивый, из двух источников, один подсвечивает сумочку сбоку, чуть-чуть она там бликует немного, если посмотрите, чтобы она такой была выразительной, не терялась, не была, если бы не подсвечивать сумку, она станет темной, и перестанет так быть, да, это был ковид, точно, из-за ковида все начали идти в доставку, и скупались эти сумки, вот, и подсвечен немножко парень, вот, а здесь нет, вот здесь нет, здесь только доступный свет, и здесь что использовано, да, смотрите, какая история, значит, локация очень четкая, где из деревьев такая туннель, в котором находятся модели, что со всех боков свет ограничен, а спереди на нее идет такой мягкий объемный свет, она словно под сенью деревьев, здесь их не видно в кадре, но они есть, и дальше там задний план такой, вот, и, соответственно, здесь блузка, да, которая сама по себе дает такое настроение, фактуру, очень легкая, воздушная, здесь прическа, состояние волос на данный момент, то есть помыто они, не помыты, насколько они текстурированы, у них есть объем, вот, ветер, да, и вот это вот, очень еще, кстати, классная штука, которую я часто использую, это экспозиция, вот, очень такая история, ну, многие тоже фотографы, они почему-то считают, что нужно всегда все снимать с одинаковой экспозиции, ну, то есть, что кожа должна быть светлой, вот как у меня сейчас, да, одежда должна быть темная, и должен быть вот контраст между этим перепадом, и так далее, но я люблю использовать экспозицию тоже как выразительное средство, то есть экспозиция и свет очень клевые, они выразительные, они могут, соответственно, строению, они дают настроение снимков, у меня очень много снимков, где именно экспозиция, здесь тоже чуть темнее, чем средний, да, не вечер, не день, да, то есть, здесь вот яркая более девушка, вот это настроение, оно в частности, зависит от того, насколько яркая кожа в основном, да, то есть мы по коже сверяем примерно ощущение темнее, светлее, и не обязательно кожа быть ярче среднего, она может быть среднего, может быть даже чуть темнее среднего, при этом эта эмоция лучше передает, здесь эмоция такая, даже не улыбка в 32 зуба, и вот эта эмоция немножко такая задумчивая и устремленная в сторону, куда волосы полетели, ее хорошо передает как раз такой неяркая экспозиция, я уже тут слышал, что я экспозицию не умею ставить правильно, раз у меня фотографии все иногда темные, вот, ну не знаю, напишите, а вам как вот такая экспозиция, вот этот кадр, он кажется красивым или некрасивым, или нужно было сделать кожу почти белой, как многие делают, и так далее, законтрастить, чтобы правильная была гистограмма, экспозиция, потому что я вижу выразительное средство во всем, абсолютно во всем, просто посмотрите, я еще покажу примеры, да, здесь выразительным средством является окружение, и это вот тот случай, когда человек вписывается в окружение, и вот эта мечеть, и вот эти люстры висящие, и удачно попали, да, попал, экспозиции не выпадают, ее выбирают, настраивают, вы можете ее заранее выбрать для кадра, вот, нравится заниженная, да, это такой полуне темный ключ, но такая темная экспозиция, да, не, мне просто интересно просто посмотреть, вот, да, потому что я просто слушаю, мне просто иногда просто, я пытаюсь понять людей, которые сами себя загоняют вот в такие углы, то есть экспозиция должна быть вот такой, кадрирование всегда должно быть вот таким, не обрезай вот это, не наклоняй вот это, почему у тебя человек спиной, вот это все бесконечный какой-то, бесконечный невроз фотографов, связанный с огромным количеством самоограничений, которые не помогают их фотографиям стать лучше, а совсем даже наоборот, вот, да, драматизм, правильно, драматизм, вот, окей, смотрите, вот здесь вот совсем другая история, здесь основная идея это фокусировки в центре на этом объекте, то есть это как раз такая, можно сказать, скорее пейзажная работа или интерьерная, да, где абсолютно четко в этом помещении симметрия, есть вот эта фокусировка этой люстры, которая готова ударить, как бы бьет в центр, да, и расположение человека совершенно четко, конечно, здесь диктуется этим, а его вот наряд, он диктуется и в целом эстетикой мусульманской, и, ой, извиняюсь, черт нажалось немножко не так, вот, и еще диктуется вот тоже формой, то есть есть такая рифма, шапка и люстра, и они как бы друг с другом так противостоят, в общем, вот, но такая забавная картинка, это в Стамбуле снята мечети, и это тот случай, когда вот место сработало, именно точка в месте, да, экспозицию можно, экспозицию можно и нужно использовать, как, как выразительное средство, нравится им светлое, делайте светлое, я ничего не говорю, но просто экспозиция это выразительное средство, и можно задавать разное настроение, кадру, это очень интересный инсайт, потому что люди это не используют, вот, потом есть история, связанная, например, с цветами, да, и очень многие считают, что цвета, это подбор цветов при обработке, то есть потом красят свои картинки, то, что называется красить, да, покраска, вот, но в моем понимании цвет, это очень во многом подбор вещей, мест до съемки, то есть, есть ли у тебя, синяя вода, ты знаешь, что там синяя вода, там реально такой океан, как бы, Тиффани, то надо купить желтый полиэтиленовый плащ, одеть его на модель, и таким образом создается игра света, опять же, то есть это вопрос, но подготовки, это вопрос того, что делается заранее, да, вот, окей, давайте пойдем дальше, короче, мой такой тезис, да, цвет это булшет, да, вот, мой такой тезис, очень интересный, он заключается в том, что создание условий, в частности, подготовку образа, может, каких-то предметов, цветов, выбор локаций, это, конечно, огромная, огромная, огромная часть успеха, и зачастую это гораздо, гораздо лучше, ну, там вода не зеленая, она там реально такого цвета, он прям реально вот синий-голубой, баунтиц, белый песок, синяя вода, это реально так, вот, и поэтому нужно купить желтый плащ, потому что цвета хорошо попадают, вот, и, соответственно, вот, подбор, создание этих условий, да, это ваша работа заранее, то есть, надо заранее что-то представить, придумать, и купить, добыть, или увидеть, но это здорово, вот, господи, начал желто-блокитный, гхм, гхм, ну, давай я тебя забаню уже за такое, будешь мне тут лезть с политикой, ну, реально, ребята, ну, вот задолбали, ну, давайте теперь какие-то цвета не использовать в фотографиях, это фотка снята, блин, в 19-м году, отстань, или в каком там, в 18-м, не знаю, да, это не то, есть очень классические гаммы, есть, приходите ко мне на курс, внизу ссылка, существует, там, порядка 6-8 таких самых классических сочетаний цветов, и голубой с желтым один из них, это строится определенным образом, известно еще с Возрождения, да, и это одна из основных просто сочетаний, которые существуют, вот, поэтому оно, хорошее сочетание, есть, немного очень всего сделано, у нас тут собор есть в Питере, у него голубой купол, и на нем за желтые, золотые, да, как бы, звездочки, узорчики такие, придется перекрашивать, окей, да, радугу, радугу, так вообще, теперь радуга, что ж, теперь мы подошли к следующему вопросу, вопрос работы со снимаемым, давайте я вам сейчас расскажу очень важные вещи, потом еще фоток посмотрим, а сейчас прямо расскажу важный опыт, вот, первое, контекст и знакомство, по-хорошему, по-хорошему, стоит познакомиться с тем, кого вы фотографируете, и что-то о нем узнать, даже если вы будете делать просто его фото на паспорт, блин, или у вас какая-то своя идея, которая никак не соотносится с этим человеком, и в этой идее у вас есть свой образ, там, допустим, ну, у вас в голове свой персонаж, да, этот человек просто модель, которая будет исполнять его роль, ну, вот он просто вот похожий, по нужному типажа, да, то, да, основные цвета, синий, желтый, красный, а дальше идут разные комбинаторные гаммы, например, можно вставлять пары, синий и желтый, желтый и красный, красный и синий, а дальше можно еще всякое делать, там, вот, значит, смотрите, и вот контекст и знакомство, это очень важно, и огромная проблема многих фотографов, отличается в том, что они фотографируют человека, ничего о нем не знают, даже не хотят узнать, вот кто он, чем занимается и так далее, а очень может быть зря, надо какое-то время на него посмотреть, и с ним как-то познакомиться, и как-то желательно предварительно встретиться, и когда я работаю в плане коммерции, за деньги, я всегда, да, а в плане творчества я тоже, я очень редко снимаю человек, которого вижу первый раз на съемке, у меня такого практически не бывает, надо встретиться с человеком, познакомиться и пообщаться, потому что это важно для вас, тут здесь много сторон, много сторон, то есть вы, вы что-то о нем знаете, это уже лучше, если у вас пусто в голове на его тему, он уже как-то с вами пообщался, вам что-то рассказал, и между вами устраивается некий мостик доверия, это тоже очень важно, потому что человек будет себя чувствовать на съемке по-другому, и то, как он себя чувствует на съемке, потом на результат, да, показывает, вот, если вы не точно знаете, что вы с ним хотите снимать, вот к вам пришел какой-то заказчик, то на ваше знакомство может вас натолкнуть, да, в жизни, то есть одно дело социальной сети, в жизни вы на него посмотрите, у вас появятся какие-то ассоциации, может быть с каким-то героем, может быть с героем из литературы произведения, может быть с героем из фильмов или картин, с каким-то персонажем, и тогда вы уже сможете понять и почувствовать, какой образ ему подойдет, то есть какая одежда, какое настроение, может быть место, да, место вы поймете, вот, это очень, очень хорошо работает, поэтому вот это важный совет, классный совет совершенно, познакомиться с человеком, и действительно, ну, это как бы надо, на что модель не тратит время, ну, это твоя проблема, то есть ты должен как-то с человеком скоммуницировать, хотя бы по видеосвязи, потому что, ну, вообще по-хорошему, если человек заинтересован в хорошем результате, и ты себя позиционируешь, как фотограф, снимающий разнообразные вещи, то, разумеется, встреча это нормально, то есть, не знаю, в моем случае, ну, может быть это вопрос цены, но в моем случае люди не против встретиться, а не только заранее обсудить, чего-то и прикинуть, вот, допустим, человек не очень красивый, не сильно принимает свою внешность, здесь вопрос именно не сильно принимает, проблема для тебя будет, что он не принимает, потому что так, некрасивых людей нет, и, да, лучше не модели даже, ты должен создать какой-то образ, которому он себя будет чувствовать комфортно, и это будет прикольно, то есть, подобрать, исходя из его внешности, какой-то образ, да, вот он кто-то, вот как-то с тем ковбоем, да, это уже не просто студент из Москвы, который заказал съемку, это ковбой, и так и здесь, это твоя работа, в принципе, но, опять же, мы здесь упираемся, кстати, в такую тонкую вещь, что, вот когда ты говоришь, человек не очень красивый, не сильно принимает свою внешность, от этого многом и твои ожидания, и твои страхи, то есть, ты так уже, как с тем ДЦП, да, то есть, ты такая уже, он некрасивый, не принимает свою внешность, что делать, вот, конечно, надо снимать обычных людей, ну, это просто пишут какой-то бред в чате, в общем, очень важно, вот я сейчас хочу, кстати, показать, я сейчас прямо вот открою, я сейчас открою и покажу вам кое-что, вот, немножко другой пример, вот, хочу показать, как раз и обсудить, это будет хорошо, вот, вот, так вот, так, так, так так Образ создает огромную разницу. Вот один и тот же человек, Лера. Это я недавно делал съемку как раз на Золой принцессы цирка. Там еще есть картинки ребят с форматной камеры. Посмотрите, у меня в телеграм-канале очень красиво. Вот здесь человек одет каким-то образом, находится в каком-то месте. И мы сразу воспринимаем некий сюжет. Ну, плюс название еще принцессы цирка, да, то есть вот эта вот история. Да, и рабочие истории, да, и так далее. И здесь создается, кстати, обратите внимание, сочетание цветов, это обычно, да, и вот тот же человек, но по-другому поданный, да, то есть другое место, другая одежда, другой образ. Вот я эту съемку в шутку назвал «вождь». Ну, она тут как вождь такой. Такой Мао Цзэдун, но маленький. Очень, кстати, вожди часто маленькие всякие, Наполеоны и так далее. Вот. И маленький Мао Цзэдун одет в такую большую одежду Мао Цзэдуна, которая ему велика. Да, в этом такая тут некая драматургия, метафора, да, но он такой прям, ух, такой, вот, такой с вызовом вождя, да. И это один и тот же человек, да, но в разном месте, в разном снятый, в разной одежде, создает совершенно разное ощущение у вас, да. То есть, абсолютно не... Сейчас я еще отмотаю тут. Абсолютно нет никаких проблем. Надо подобрать, посмотреть, красивый, некрасивый там. Черт, у меня тут что-то... О, как же все это медленно работает. Сейчас, простите, надо немножко помотать. Вот, еще пример хороший покажу как раз. Вот, смотрите. Вот есть... Вот есть эти девочки, сестры две, да, как бы. И съемка с двух частей. И в одной части они такие, как герои... Здесь такая смесь. Здесь похоже на героинь Уэса Андерсона, и похоже на героиня из фильма «Сияние». Две девочки, помните, сестрички там были. Вот. И это, соответственно, соответствующая съемка, да. Здесь вторая часть, здесь немножко по-другому. Тут такой будуарный закулисный свет. Это похоже на такого Ирвина Олафа или что-то подобное, да. И последняя часть, она такая вне времени, черно-белая, в таких грубых простых платьях, которые отсылают нас к эпохе такой великой депрессии в чем-то. И съемка тут соответствующая, да. То есть локация, время, свет, обработка. Тут нет обработки особо, но перевод в ЧБ, да. Вот это вот... Все это просто вам примеры именно наглядные на силу образа. Ну, то есть как это все влияет и как по-разному можно подавать человека за счет одежды. И здесь всегда есть соответствие, да, съемки и подаль. Ну, то есть образ и съемка. Одно вытекает из другого. Поэтому очень важно узнать что-то о человеке, да, и потом уже вот выстроить весь этот, вытянуть всю эту линию, да, таймлесс такой. Вот сейчас еще тоже покажу на тему знакомства. Я хотел просто еще один маленький тоже пример. Извиняюсь, но я сегодня буду с примерами, потому что с примерами это хорошо. Примеры это хорошо. Вот, есть такая вот серия, она сейчас, может, кому-то шокирует, но окей, почему нет. Значит, эта серия называется «Парень из Мариуполя». И, соответственно, здесь есть герой, есть человек, который пришел ко мне фотографироваться, да, и он заказал съемку. И сперва мы знакомимся с человеком, узнаем его контекст, да, то есть его историю личную. Вот у него есть личная история, трагическая, там, со своими нюансами и так далее. И эту историю мы показываем, то есть фактически мы снимаем портретно, да, но снимая портретно, мы показываем эту историю. Так или иначе, образы, которые есть, кадры, которые есть, они как бы не пустые, они рассказывают, пускай это символизм, то есть это не в лоб, это не типа сперва было это, потом было это, потом было это. Это скорее такой набор состояний, да, там, вот нахождение между жизнью и смертью, как там снаряд попал в его дом, как его откопали там, вот, вытащили там, вот как он лечился, реабилитировался, потом там его вот состояние, да, как бы какое-то. Кстати, скажите, вот очень крутая тут история, да, и можно было вообще просто, ну, по-разному можем обойти, ну, тебе звонит человек, говорит, ну, там, или пишет, говорит, я у тебя хочу сфотографироваться, ты говоришь, а, ну, отлично, да, можно мне посмотреть на твои фотографии в социальных сетях. Он говорит, ну, у меня там особо нет, смотришь, у него там три фотки в социальных сетях. Ну, по фотке понимаешь типаж человека и думаешь, ну, окей, у него вот есть борода, у Суни такой типаж, похож на испанского чувака, давайте тебе сделаем одежду, там, воротник раф такой белый сделаем, как на портрете снимем испанца, да. Но, то есть, ну, возникает у тебя какая-то ассоциация, но потом ты знакомишься с этим человеком, знакомишься с этим человеком, и он рассказывает тебе, он тебе раскрывается, рассказывает свою историю. И ты понимаешь, что вся вот эта история, как ты хотел снимать, это все херь, это все надо выкинуть, это просто была внешняя, ну, оболочечная, первая ассоциация, как говорят в КВН, да, первая ассоциация, не самая лучшая, шутка на первую. Вот. И когда ты узнаешь историю человека, тогда съемка становится совершенно иной. То есть, она превращается в съемку про него именно, про его жизнь, про его трагедию, про его перелом, про то, как он там, к счастью, там все это хорошо закончилось, тут некий хэппи-энд есть даже, да. Вот. И, да, проживаешь историю. И это, это очень круто. И если не познакомиться с человеком, и не узнать про него что-то, этого просто не будет. Но я считаю, что это прям высший пилотаж, это контэнсенция, это очень круто. да. Вот. И это прям такое, люди, да, то есть, вот кто-то правильно написал, что люди, они сценарий. Жизнь, самая невероятная история придумывает жизнь, вопрос только в том, чтобы эту историю узнать и свизуализировать, и донести. Вот. Ну и что мы еще вот со снимаем работаем, да, нужно с ним познакомиться, узнать. Нужно, конечно, для себя сформулировать какое-то послание и цель съемки. То есть, если я делаю съемку про девочек, я несу там одно настроение про них, рассказываю. У меня есть в голове всегда вот мое послание зрителю, да, мораль, вывод. Вот. Да, в жопу первый сценарий, без сожаления, вот, я о том же. У меня есть настроение съемки, которое для меня тоже определяется, да. Дальше из этого настроения вытекают действия эмоций этого человека, вытекает одежда и образ, вытекает уже режиссура конкретных сцен. То есть, да, вот эти вот сцены, которые мы здесь видим, да, он в белом такой, в черном лежит. То есть, такой выбор, две двери, налево или направо, смерть или жизнь. Вот. Да даже если ты скучный обыватель, да господи, ну что опять такое? Вот как с вами тяжело. У любого самого скучного обывателя есть какая-то важная для него именно история, которую он пережил. У любого человека это есть. Сложность здесь не в том, что и нет. У всех она есть. сложность в том, что ее нужно вынуть и показать. Вот, например, например, сейчас я, кстати, вам покажу интересную тоже историю потом. так, надо мне отмотать только. Мы тоже очень многие вещи снимаем, основанные на личных историях, по сути дела, наших, так или иначе, но в каком-то, может быть, и на сказательном порядке, конечно. Сейчас я найду вам, покажу тоже, чтобы вы знали. или вот, вот у меня есть друг, он, допустим, так, секунду, вот, и он похож чем-то на героя из Блэдраннера, на актера, и поэтому, это интересно, это забавно, ему часто говорят, что он похож, ну, ему говорят, что он похож на гослинга в чем-то, и не только внешне, но какие-то эмоции, моменты, и вот просто мы примерили такой образ, то есть, вот именно бегущий по лезвию, потому что это прикольно, вот. Да, скучный обыватель, кстати, можно тоже снять потрясающую историю, именно про скуку обывателя, но ладно, сейчас я это, пока дальше дойдем, окей, вот, и дальше уже идет режиссура конкретных сцен, ловля момента и так далее, но самое главное, это как бы, ну, технический уровень, да, как это реализовывать, тоже вот расскажу, потом дальше покажу картинку, чего пришлось сфотографироваться это, люди, да, разные, то есть, я просто к тому, что ты можешь узнать историю из человека, вы можете сыграть историю, которая не ваша, то есть, ну, тоже вам все равно лучше встретиться, обсудить, посмотреть, он похож на Райана Гослинга, можно ему предложить и сказать, слушай, а давай сделаем с тебя бегущего по лезвию, да, и снимем такое вот, то есть, ты будешь, ты побудешь немножко другим персонажем некоторое время, и это тоже может быть очень интересно и классно, я же не отрицаю, не говорю, что всегда надо снимать только правду из жизни людей, нет, такого нет, надо что-то снимать, нужно чтобы у тебя был сюжет, реальный или нет, более того, что такое правда, да, люди часто вспоминая истории своей жизни, они уже все равно становятся постепенно неправдой, прощаются в легенду, не в этом вопрос, в общем-то, так, что так, да, повесть о маленьком человеке в большом магазине, да, вот, ну и самое главное внимание еще поймите, я вот сразу расскажу, есть такие вещи с огромной проблемой с ними, потому что очень важно, кто ты, и люди все это чувствуют, даже если человек не профессионал, он не разбирается в фотографии, он все равно чувствует, вот, и очень важно ваше отношение к тому, кого вы снимаете, потому что он это чувствует, очень важен комфорт для него, причем комфорт, это не обязательно связано с комфортом бытовым, то есть ему может быть холодно или неудобно, он вообще там может голый по улицам города бегать, но должен быть какой-то комфорт между вами, то есть у него должно быть комфортное мероприятие, и комфортно с тобой быть, как фотографом, и это очень важная история, и многие в это не умеют, то есть очень многие оценивают только картинки, но не оценивают личность фотографа и процесс съемки, а это тоже экспириенсы, это очень клёво. Очень важна доверие и уверенность. Тебе должны доверять, и ты должен излучать уверенность. И если модель видит уверенность, то получается клёво. А если она видит твои сомнения, что у тебя что-то не получается и какая-то фигня, то и у неё получается не клёво, и всё это читается через фотографии. И да, существует какой-то кнут и пряник. В смысле, можно поощрять, можно говорить, что вот это не очень было, а вот этот момент был классный. То есть по ходу съёмки можно обучать модели и держать с ней нормальную обратную связь, не стесняясь, не надо её только хвалить. Если она делает что-то не то, можно нормально сказать, что это что-то не то, или это не очень выглядит. Давай сделаем по-другому, попробуем так. Вот там было хорошо, а тут плохо. То есть направлять и ориентировать нужную сторону. Если хороший фотограф, он грамотно работает в этом смысле с моделью, то они очень быстро начинают двигаться в нужную сторону. То есть в начале съёмки у тебя больше работа, дальше уже всё происходит само практически. То есть какие-то вводные давайте и управление делать, тоже что-то говорить там, подвинь руку там, то есть всё. Ну, то есть... То есть вот может быть какая-нибудь сцена такая, жанровая, но она может быть инсценированная. То есть ты можешь сказать, что это сделает, ты можешь что-то срежиссировать. Откуда ты это взял? Ну, может, ты когда-то это в своей жизни видел или сам испытывал, или ещё что-то. У тебя есть какой-то опыт, это, кстати, очень важный опыт, да, и ты можешь пускать людям это сделать. Получается офигенный совершенно кадр, построенный именно на действия. Вот. Окей. Смотрите, да, есть, конечно, место импровизации, то есть не грех не грех ну, почувствовать, где что-то своя модель предлагает или делает, или что-то само происходит. Тоже не надо всё жёстко держать себя в клещах. Всегда есть время отпустить и поимпровизировать, и попробовать. Вот. И есть такое понятие, как вайп или настроение. Вот я тоже недаром показал вот эту картинку. Она вся построена именно на вайбе. То есть вроде это просто какой-то жест, да, какая-то ситуация. Вот парень схватил девушку на руки, а она машет нам. Это некий вайп. Хотя сама локация там не какая-то супер. Ну, здесь много всего есть. Здесь есть место. Это, кстати, снято на супер дешёвую камеру Sony Nex 5. Это копеечная камера, ничего не стоит вообще. Просто люди часто ноют, что у них техники нет, поэтому они не могут там шедевры снимать или коммерческой фотографией заняться. Нет, не поэтому. Просто у них опять в голове есть какая-то стенка, в которую они там внутри своей головы уперлись. Вот, да. И вообще нужно понимать, а вот что нравится тому, кого вы снимаете, да, а что нравится других в нём может понравиться. То есть что в этом человеке прикольного, что надо взять и показать, донести зрителю. Вот это всё, это хорошая работа со снимаемым. И в частности это связано и с позами, эмоциями, и связано с образами, локациями, как вы подготовили. Это уже всё следствие. Начинается всё вот с этого. С знакомства, с цели съёмки, с настроения, с вашего отношения, комфорта, доверия, коммуникации, которую вы выстроили с человеком. Хорошая коммуникация, когда вас понимают. То есть когда вы просите что-то и это делают, да, понимают, что вы хотите, понимают. Когда вы донесли, в частности, вот это донесли до того, кого снимаете, и он это понял и прочувствовал. Это тоже очень важно. Вот такая история. Сейчас ещё кое-что покажу. Так. Вот прям даже хочется показать. Ой. Сорян, вернулся. Так. Так. Так, 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 так. Где она там? Вот. Вот есть такое понятие, понятие вайба. И вайб — это очень тонкая история. То есть вот в этой съёмке, она сделана полароид, и в ней есть какой-то вайб 70-х годов. Что-то такого не из нашего времени, вот 70-е, 80-е. Как будто это немножко в прошлое отправляется. И вайб — это вообще очень тонкая история. Она связана и с тем, что... Ну, то есть это иногда даже словами тяжело описать, да? Но люди должны это почувствовать. Вот. И в моём понимании он формируется из конкретных вещей. То есть конкретная локация, опять же, конкретная одежда, конкретная техника, используемая для съёмки, которая тоже придаёт свой ретро вайб. Но начинается всё именно с понимания этого вайба. То есть ты идёшь доставать именно такие картинки, а не какие-то другие. И модели ты об этом говоришь, да? И вот здесь очень важно понимание и коммуникация, потому что для хорошего вайба фотография должна сложиться, чтобы он был в тебе, в том, кто снимает. Модели, которые снимают, вместе, везде. Он должен присутствовать везде и раствориться. И тогда это будет действительно классная история такая. Окей. Сейчас ещё кое-что вам хочу показать. Вот, да. Вот по поводу портретов. Это как раз я говорил, что мужчина красивый, и он плачет. Слёзы на лице. Про эмоции. Это прикольная эмоция. Но это требует тоже определённого доверия и контакта, чтобы снять. Потому что, ну, если вы не выстраиваете нормальный личный контакт с человеком, то вряд ли это получат такие вещи хорошо. Вот. И они будут смотреться как-то не очень хорошо. Почему грунт? Да, они не грустные, нормальные. Но там... В СССР 80-х вряд ли все были счастливы. Я ещё помню СССР 80-х. Я хочу заверить, ваша бабушка вас обманывает. Вот. Сейчас, сейчас я ещё покажу. По поводу тоже несчастных людей. У меня есть очень хороший этот, да. У меня такой есть серия такая, которая называется Рик без морти. И, ну, есть такой герой, этот Рик, да. И он же, он смешной в фильме, но в глубине он такой очень несчастный. Вот. Когда модели стоят, это прекрасно. Да, почему нет? Есть очень хорошие съёмки немолодых моделей. Вот. И это такой вот Рик уже без морти. Потому что, когда у Рика был морти, он был более весёлый. Вот. Сейчас я ещё найду. Там есть помещение, неснятые картинки. Что-то их не видно. А, вот. Да, вот. Вот такой он ещё. Он очень печальный Рик, но очень красивый. Он такой прям классический, как голландские портреты. Тоже вот вопрос, да. То есть, ты смотришь на человека и понимаешь, что он может быть Риком. Ну, то есть, вот. В нём есть что-то такое. И ты можешь даже это показать, ухватить вот это и показать людям. Вот. Такие дела. Окей. Хорошо. Ладно, давайте я сейчас ещё так. Вот такой мафиози, да, ставил. Ух. Тут вообще. Так. Значит, соответственно, вот эти все вещи, они важны, и они не менее важны, чем прыжки и ужинки с фотоаппаратом. И опять же, казалось бы, портрет — это просто фиксация какой-то внешности человека, но портрет — это не только фиксация внешности, да, это ещё фиксация состояния. А состояние — это во многом зависит. Это сюжет, и от того, что чувствует тот, кто снимает, и что чувствует, кого снимает. И вы можете создавать очень разные состояния, разные истории, и правдивые, и неправдивые. Вот. И через эти, да, очень выразительные руки, совершенно справедливо. Там ещё был прямо кадр, где руки, специально мы их и сняли. Кстати, вот про портрет рук. Сейчас я покажу этот кадр. Давайте, да, действительно, надо это посмотреть обязательно. Смотрите, да? Вот он сидит такой, и вот рука, которая втыкает окурок в центр такой мишени. Вот. Это тоже выразительно и прикольно. Руки. Хочу научиться. Приходи на курс, научишься снимать руки. Есть на тему рук определённые соображения. Известны ещё художникам из возрождения в своё время. Вот. Окей. Значит, смотрите, ещё немножко закончу по позам эмоций. Так-то вот, я хотел договорить, да, собственно говоря, про портрет. То, что в моём понимании портрет очень зависит от настроения, вайба и ощущения, и все должны его разделять. Если его все разделяют, то есть, если тот, кого снимают, понимает, о чём это, да, и тот, кто снимает, понимает о чём, тогда это транслируется и передаётся через фотографии и получается очень круто. Тогда вот проходит вот это именно ощущение, эта метафизика. Это непростая тема, и она требует коммуникации, поэтому нужно пообщаться с человеком и так далее. Окей. Значит, позы, эмоции. Что здесь есть? Ну, да, мы часто очень признаём, что есть красивые и некрасивые позы. Вот. Кроме того, есть естественные и нет. Интересно, что некоторые люди, они ставят знак равно, и мне кажется, это немножко неправильно, потому что, ну, не все естественные позы красивые, не все красивые позы естественные, не всё, что красиво, естественно, не всё, что естественно красиво, это очевидно, сходите в туалет, покакайте. Не обязательно это красиво, но это естественно. Вот. А, соответственно, здесь есть два критерия, да, вот красиво-некрасиво, естественно-неестественно, и оба оцениваются. Ну, кто-то хочет, чтобы было обязательно красиво и естественно, но, кстати, не обязательно это так надо, есть жанр, где достаточно вычурные какие-то позы и жесты воспринимаются красиво. Это уже один разговор. Но, интересный вопрос, откуда эту самую позу взять? И вот здесь есть разный подход. Можно просто человеку сказать, какая поза нужна. Ну, вообще, самый лобовой подход, это когда просто фотограф снимает просто стоящих людей. Типа, вот стоят столбом, и все, столбики. Но это немножко скучно. Есть подход режиссерский, когда есть какое-то действие, и поза берется из действия, из того, что человек делает. То есть, он что-то делает, и дальше можно ее там допилить, подправить, но вот мы говорим какую-то, в принципе, какое-то действие, исходя из действия появляется поза. Есть, когда позу прямо диктуют. Говорят, сядь так. Особенно еще есть девушки, которые там, вот я модель, они вот знают какие-то свои позы выгодные, вот они принимают эти позы тоже. Не всегда это, конечно, хорошо. Вот. Поэтому сперва откуда-то поза рожается. Может быть, от модели, может, от вас, может, от сюжета вашей съемки, может, даже с референса какого-то. А дальше уже, ну, может, от действия, да, которое она делать должна. А дальше эту позу нужно еще раскрыть и с ней поработать, чтобы она была красивой и классной на фотографии. Потому что далеко не все позы, которые в жизни происходят правильно, они выглядят хорошо. Вот. Ну, тебе, еще раз говорю, про красиво существует. Мы же уже сказали, что красота – это ощущение внутри зрителя. глаза смотрят. То есть, когда он его испытывает, значит, она существует. Тот момент, когда он смотрит на что-то и чувствует. Вот я сейчас показал эту серию, да, там парень из Мариуполя, люди такие, о, как. Вот у них была в момент какой-то красоты для них был. Вот. И, соответственно, дальше еще, когда уже поза готова, надо еще поработать и с эмоцией. То есть, эмоция – это последнее, потому что очень часто человек даже правильно красиво пользует, но на лице у него написано так. Все, я правильно стою там. То есть, вот это вот называется эмоция позирования. Мы видели это, кстати, в самом начале стрима на плохих приметах, примерах, когда люди позируют, очень тужат именно это позиение. И у них прямо возглядит так. Хорошо, да, все, я правильно сделал. Когда щелчок-то будет? Вот девушка часто очень заглядывает в кадры и ждет. Ну, все, все, вот где этот щелчок? Где одобрение со стороны фотографа? Это, конечно, очень плохо, и поэтому очень часто вот ты снял кадр, в нем все нормально, кроме эмоций. Надо снять еще раз то же самое, но поработать именно с эмоцией модели. Прямо сказать, вот все то же самое, ну, давай сейчас эмоцию какой-то там показать или еще что-то сделать. Вот. Окей. Сейчас еще вам покажу. Так. Переключаемся. Вот, кстати, к слову, к слову об эмоциях и позах. Так, где вы тут? Даже вот в очень простой портретной съемке, вот здесь тоже, кстати, смотрите справа, это как кукла, руки опущенные, то есть позы тоже бывают выразительные. И бывает интересно, то есть, как бы, не обязательно поза должна быть красивой, да, но она может быть выразительная, она может быть интересная, может что-то передавать, какое-то ощущение состояния человека. И это прямо такая история рассказывается. Вот. Вот здесь смотрите, да, то есть очень простой портрет, практически вот в рамках концепции портрета головы, да, но смотрите, какое здесь идет разнообразие по позам. То есть слева человек что-то думает, он как бы говорит, потом правее он ушел в себя, и он так собрал руки, и это такая внутренняя концентрация. Вот. Ну да, руки около лица обычно жесть, но вот я бы не сказал, что в этих кадрах это плохо. То есть вот когда вот так модели делают, ну это да, это, конечно, так себе. Но здесь это органично выглядит. То есть тут вопрос как раз, чтобы это было органично, да. Здесь мы концентрируемся на слезах, и здесь не нужно никаких рук и ничего, но здесь прикольно задник такой, ракурс немножко снизу, и дает сзади вот эту структуру размытую, которая тоже создает такое окружение. Тут у него вот интересная поза, он стоит как такой проповедник, да, раздвинув руки такой, стоит на кресле, такой пойду я отсюда. И справа он вышел на улицу, у него там руки в карманах, на него снег летит, и пошел куда-то, да. Здесь движение, то есть в движении, то есть поза не самая красивая, но она действительно естественная. Если человек будет идти и смотреть в сторону, он будет действительно так выглядеть. Да, он ведь вышел из какого-то склепа и направился куда-то. Вот, вот тут он еще стоящий и просто портрет головы. То есть даже в очень простых каких-то таких, ну, портретных кадрах, я все равно стараюсь немножко поработать именно с позами и эмоциями. А если эти кадры посложнее, вот здесь, например, да, как с парочками, то здесь вообще становится очень интересно, потому что и поцелуй может по-разному выглядеть, да, там, и вот как она сидит, смотрит, как он на ней лежит, там, вот здесь вообще очень интересно, да, здесь по сути мы видим букет и парня, а девушке только нога и рука, но она его как бы обрамляет, да. Вот, вот здесь вот смотрите, тут вообще такое, он ее просто зажал в угол и целует, но это снято через зеркало. То есть здесь даже, наверное, уже начинаем говорить о таком киношном кадре и построении подачи, да, как она его показывает. Вот, вот здесь вот движение, да, то есть люди тоже идут, и фотограф идет как бы параллельно с ними и снимает их на ходу. Ну, здесь нужно поймать красивую фазу движения. Клевый ветер волоса, клевая нога у девушки такая на шаге. Они, кстати, синхронизированы с вами шаги, это забавно и важно здесь, да, в плане парочки там, вот сидят там, окей. То есть очень разные могут быть вещи. Вот тоже слева это такой омаж, посвященный кадру известному из влога сентябрьского, да, здесь тоже фотограф прыгает и девушка ему позирует. А справа, это эта же девушка, но она где-то вот в каком-то туалете закулисном, да, и она испытывает какую-то странную эмоцию такую, и мы смотрим, наблюдаем за ней через зеркало. Да, надпись эту я дописал, то есть вот там было вот эти вот черные, все это было уже, язык этот был, а вот факт лоуф, это я помадой написал на зеркале, чтобы сквозь него снять, потому что это прикольно, ну, вот. Такое, такое. Ну, я обычно, у меня есть некий символизм в кадре, ну, всякое бывает, бывает просто интересное место, вот просто вот есть человек, он парикмахер, он работал в таком месте, у него было такое все безумное, там какие-то картины какие-то, вот. Ну, очень такое видно, что творческий человек, да, и там даже вот само кресло это с леопардами, парикмахерское странное такое с 70-х годов, это уже достаточно круто. Вот, и здесь можно не придумывать, а просто воспользоваться этим местом, но атмосферу места играет роль, несомненно, очень большую. А вот человек с велосипедом, тут кажется очень простой кадр, но в нем собрано сразу несколько интересных решений. Во-первых, люди в костюмах не ездят на велосипедах, да, и это такой конфликт некий. Во-вторых, при этом это стильный классический велосипед и стильный классический костюм, то есть так забавно, это классика и то, и другое. Вот, и там при этом сзади за ним вообще какая-то недостроенная фигня, то есть такое странное очень место, то есть что он делает за своим велосипедом вот здесь, в этой галерее, вообще непонятно. То есть, как ни парадоксально, это такой кроссовер из трех несовместимых вещей, которые вместе создают как раз интересную историю. Про цвет вот вам яркий цвет. Окей. Вот тоже, кстати, про сюжетность и историю, да, то есть, ну, есть некая вводная, вот нужно снять портрет парочки ребят, и если их снимать просто, как парочку ребят, это может быть скучным, не клевым, и поэтому можно сделать некую легенду, придумать, что они вот парочка музыкантов, и вот они на репетиционной точке, чего-то они там развлекаются, пробуют, поют, да, на этом ковре прям такая классическая репетиционная точка, и происходят какие-то вещи. Снято это в таком практически в аппарации стайл, такое вспышка в лоб, да, такая как бы как на мыльницу в движении в экшене. И это гораздо лучше, чем просто вот, ну, вот эта девушка, смотрите, у нее есть эмоция, что-то происходит, движение. Это классный портрет. Он не становится просто таким формальным изображением лица. Меня спрашивают, это старая фотография, какая уже, я уже, ну, это, вот эта, или какая вот эта, или вот эта. Нет, ну, это все фотографии мои, поэтому нельзя сказать, что они суперстарые. Некоторым моим фотографиям уже 20 с лишним лет, ну, этим скорее 10. Локация вот эта, ну, это лет, больше 10 лет этой фотографии, наверное, 12. Тоже в другом месте находится эта парикмахерская, а этот человек вообще уже в Соединенных Штатах уехал. Вот. Ну, тут разно. Ну, такие локации, эти вот репетиционная точка, например, стандартная, они везде одинаковые, и нет никакой проблемы найти такое. Как приходит идея, это связано с сюжетом, конечно, в первую очередь. То есть. Вот. Окей. Сейчас я тут отмотаю немножко. Я еще хотел бы рассказать вам про, сейчас расскажу про композицию, и про ракурс композиции. Вот эмоциональная тоже история, ну, именно кадр, построенный на эмоции. Да, это очень яркая эмоция. Кстати, не молодая женщина, но видите, как красиво получается. И прикольное сочетание тут цветов. Вот. Сейчас я немножко хочу поговорить о следующем этапе. Я хочу пока поговорить о композиции, и здесь есть четыре момента, в принципе, несложных абсолютно. Это отношение модели и фона. Это типа, сколько фона, а сколько модели, да? То есть меньше она или больше размером, с чем-то она там склеится, поглубже она там или поближе к нам. Вот это вот отношение между моделью и фоном. Да, фон – это красивый пейзаж, модель – это объекты. Они перетягиваются друг на друга. Вот. И вот этот баланс, в большинстве случаев он очень… Ну, то есть фотограф выбирает баланс в пользу модели. То есть обычно бы, что людей фотографируют как справа. Вот. Сейчас покажу. Вот. Нет. Черт. Вот. Как справа. А можно фотографировать как слева, когда больше окружения, оно начинает играть роль. Но для этого нужно определенный такой настрой, то есть настроиться. И вот многие люди просто не чувствуют это. То есть они считают, что это уже не портрет. Нужно научиться отходить от модели. Она может быть близко. Хорошо. Вот смотрите, здесь темная тональность дает настроение. Но там все равно есть задник. Он работает, он чувствуется. У нее есть поза там. Но можно от нее отойти подальше. И она здесь вот будет меньше размером. Можно вообще сильно отойти от модели. Или даже вот ее чем-то закрыть. Вот. Это вообще очень интересный вопрос. Вот на каком расстоянии, да. Вот, например, смотрите, здесь вообще работает помещение. Ну, это известная история про Бэнкси и его помещение. Или вот тут вот, да. Много травы, девушка небольшая. Вот это все отношения модели и фона, да. Будет она на переднем плане или интегрирована в предметы. Будет она большая или будет она маленькая. Не бойтесь, делайте по-разному, играйте. Всегда есть хорошие нейтральные фоны, как вот здесь, на которых модель может быть очень маленькой. И несмотря на это, это будет смотреться органично и хорошо. То есть она не будет теряться и не будет забиваться фоном. Важно очень, чтобы фон не забивал. А тут интересная локация, да. Stage Design. Но здесь она выделена светом. Тоже прикольно. Она за счет этого не теряется. Да. И не пересекается с этим барахлом всяким. Тут страшные всякие вещи. Снимательно посмотрите. Видите, видите, слева там всякие инструменты. Так. Да. Опять экспозиция. Спозиция бывает раз. Вот видите, можно ярко сделать. Здесь модель тоже с фоном. Она интегрирована с этой оградой, но она как бы на переднем плане. Вот. Окей. Короче, что там получается? Значит, есть, во-первых, отношение между ними по размеру, по балансу, да. Кто больше, кто меньше. Есть роль ракурса. То есть снизу мы смотрим, сверху, сбоку или еще как-то. Есть роль фокусного расстояния. Фокусное расстояние меняет восприятие. Когда оно широкое, модель менее значимая. Когда она телевик, даже если за ней много фона, она становится все равно какой-то более фокусировочной, выходит на передний план. То есть еще объектив играет роль. Ну и роль кадрирования. И вот с кадрированием вообще, конечно, тоже у фотографов полная проблема в голове. Они, у многих людей, они, ну то есть они как бы пренеприемлят только какое-то формально правильное кадрирование. То, что можно обрезать очень по-разному, вообще модель может быть в разных кусках кадра, то главный вопрос – это эстетика. Вот, кстати, тоже видите, это как она вписана в место. То есть слева она вписана в эти листья, больше на прямом плане, да, на дверине. Справа она меньше там под деревом, да, и вот она левее дерево, но она находится на фоне травы, то есть ее не смешивается с деревьем или чем-то на заднем плане, она при этом отделена хорошо. Даже маленького человечка надо уметь отделить. Вот. А здесь она уже переплетена, но все равно ее видно за счет контраста. Это, кстати, две фотографии, да, справа цветы, слева просто она в одежде. Здесь игра между моделью и кораблем, но интересно, что она здесь является главной, хотя она с краю, да, вот очень такое неправильное кадрирование, странный баланс для портретов в классическом понимании. Но что здесь сделано? Стекло мокрое, и поэтому получается как бы там, а здесь, ну, там один мир, здесь другой. Этот мир важнее, он на переднем плане. Вот тут она тоже сбоку сдвинута, в противовес заднику фона. То есть отношение модели и фона, это вообще отдельный разговор. Я очень люблю и кадрирование вот такие смелые, у меня даже вот рука может за краю кадра вылезти чего-то. Я этим самым, опять же, передаю ощущение, стараюсь искать композицию, которая, вот ракурс очень снизу, композиция, которая даст, вообще вид из-под воды, да, на солнце, модель всплывает, которая даст ощущение. Мне совершенно вот глубоко плевать на все эти вот стереотипы и разговоры, там вот можно кадрировать, не нужно. Когда вот такое гробоидное кадрирование, ну, то есть кадрирование гробиком, это когда стараются превратить все в гробик, чтобы вот вокруг модели вот было ровно какое-то расстояние с каждой стороны до края. И типа если этого расстояния нет, то плохо, а если он слишком большой, то тоже плохо. Чушь и фигня абсолютно, потому что, ну, вот как раз про портрет на 24. Вот здесь куча свободного места, но выбор самой локации, да, оно не лаконично, оно не отвлекает от модели, модель очень хорошо видно. Оно создает некое настроение, и вот этот наклон и ее движение тоже работают. То есть все это вместе складывается, никаких проблем вообще. Не надо здесь как-то тесно обрезать. Особенно нужно учитывать, что в большинстве случаев вы делаете больше одного кадра. Когда вы снимаете больше одного кадра, только хорошо, когда у вас есть разнообразие. Если вы все время будете лупить только одинаковые картинки, то это будет скучно. Ну, есть вот разнообразие. Справа ближе, слева дальше. Вот это банальное разнообразие при съемке, оно уже очень хорошо работает, в вашу пользу и сыгрывает. Вот такие дела. Вот, кстати, у нас была история, тоже вопрос о съемке, который выходит из сюжета. У Леры была история с аварией, и вот здесь прямо иллюстрация к этой истории. То есть я нашел локацию, которая мне подходит очень. Это про аварию. И здесь вот так тоже метафорично, по-моему, все понятно. Я не знаю. То есть могут быть портреты. Вот слева это сама авария происходит. Машина лишь в воздухе такая раскоребанная. Справа вот человек под капельницами, там где-то в реанимации. Вот здесь вот это как бы что происходит внутри человека. То есть он находится, как помните Гарри Поттер на перроне на каком-то. И здесь это снято через аквариум. Чтобы был это не настоящий мир, а такой какой-то призрачный, такой странный. Вот, еще тут все отражается много раз. Получается, что человек четыре раза виден фактически. Вот. Здесь такое вот тоже с этими шинами, такая некая нагрузка. Осталась вот эта давящая, вот эта тяжесть произошедшего. И слева такая, вот девушка сидит, она уже, у нее клубочек зеленый, она себе шапку вяжет. То есть она сидит, просмотрит на свет, поправляется. Вот. И, ну, это вот портреты, но это и одновременно рассказанная история. Ну, почему бы нет? То есть так круто, это классно. Почему нет? И здесь большая ширина выразительных средств. То есть кадры разные, ракурсы разные, компоновка разная. Как бы, ну и что? Ну и что? Вот. Ладно. Что я еще хочу сказать, вот, что еще очень важно в портретных фотографиях, вот. Вещи, о которых люди не, ну, не говорят, как правило. Очень зря, что не говорят. И, да, сижу, шапку вяжу. Люди обычно говорят о, там, объективах, о, там, правильно или неправильно ты обрезал конечности. Это все фигня. Мы же с вами сказали, главное это выразительность ощущения, а для этого нужно разнообразие. Вот. Есть еще очень важный, да, спектр переживаний через раскадровку, правильно замечено. Есть еще очень важные вещи, которых надо просто осознавать и говорить о них, да, то есть они есть, они присутствуют, не забывайте об этом. Вот это натуральности доверия зрителя, потому что какой бы постановкой ни была то, что вы делаете, все равно должен быть какой-то элемент, за что зритель зацепится и будет доверять. Даже если он видит абсолютно театральный образ, делающий абсолютно театральные вещи, он должен доверять, он должен верить, что этот актер играет это и прямо искренне там находится, да, вот быть или не быть, да, натуральности доверия. Вот. Очень важны правильные приоритеты на съемке, потому что если вы там... Ну вот я просто такая история, если вы, допустим, чрезмерно заморочены на искусственный свет, потому что, ну, вы считаете, что искусственный свет сделает ваши картинки более правильными, другие фотографы это оценят и, ну, и как бы вот вас похвалят. Хороший мальчик, молодец, высветил модель, она яркая. А в действительности, может быть, вот здесь нигде нету искусственного света, только доступный свет использован хорошо. И он не везде идеальный, свет тут не идеальный в этой серии, но она очень эмоциональная и прикольная. Она гораздо прикольнее идеальных съемок в студии, бесконечных, однообразных, где вроде и свет искусственный правильный, вот. Вопросы практики или нужны мозги? Ну, приходите. Да, это в JPEG снято, я в JPEG снимаю, тут все JPEG практически. Мои любимые фокусные расстояния 35,50 примерно, или их аналоги, но бывает иногда и длиннее, бывает иногда и шире. Ну, в принципе, вот 35,50. Вот это все гораздо важнее и круче, чем вот эта возня ненужная, когда вот возня какая-то безумная с лампочками происходит. Лучше подумать, как построить кадр. Там еще какая-нибудь возня с проявками равов, вот это вот. Все это же, это не очень хорошо. Вот это вот все, вот эти картинки, смотрите, это вот я так снимаю, это JPEG из камеры, все. Большинство фотографов гораздо хуже проявляют свои равы, чем я снимаю сразу JPEG из камеры. Посмотрите, хорошая экспозиция, хорошая тональность кожи. Приходите, я вас научу так делать, то есть, чтобы все было идеально сразу, да. Правильная тональность, правильный свет. Это все делается на съемке, это не делается потом. Вот тоже сделано сразу там. Вот сделано сразу. Здесь такая дымка, да, засветка сзади. Тоже, опять же, ой, у вас там пересвечено небо. Кто-то застрелится иззади. Да классно же. Классное свечение сзади происходит. Почему надо страдать на эту тему, опять же. Да, ювелирка с кучей фонариков на каждую. Вы понимаете, когда вы снимаете ювелирку с кучей фонариков на каждую грань, у вас никуда не убежит ваше изделие. Но когда вы снимаете человека, человек живой. И надо уделить больше внимания и сил его эмоциям, работе с ним, его движению, может, какому-то вот состоянию, чем возне вот с переставлением лампы. Очень многие это не понимают. Не понимают это, не понимают. Окей. Здесь вот важный момент, да, то есть правильные приоритеты на каждой съемке есть на что обратить внимание в первую очередь. Да, фото без постобработки в основном, это для многих это откровение. И постоянно идут эти споры. Вот у меня, если посмотрите, RAV против JPEG. Значит, я снимаю в JPEG, я практически не обрабатываю. Ну, бывает в истории, там, зашопить какой-нибудь прыщик, или, но мы не крутим фотку при этом, да, то есть, вот. С более старой фотки у меня была, да, там, какой-то сперва проявка RAV, потом я перестал уже снимать в RAV, но я все равно еще немножко их подправлял, бывает чуть-чуть там баланс белого или что-то, но последние лет 10 практически я просто снимаю в JPEG, и то, что вы видите, это фотографии из фотоаппарата. Просто я умею делать хорошую экспозицию. Вот видите, умение работать с инструментами приема. Самое важное, чему надо научиться. Я умею делать хорошую экспозицию, я умею настраивать хорошо фотик перед съемкой, и, собственно говоря, как ни странно, итог правил достаточно. Посмотрите у меня стрим RAV или JPEG, да, есть на YouTube-канале. Все это объяснил и писал. Люди очень, они просто, в чем проблема? Не научившись нормально снимать, то есть, не научившись делать, работать со светом, с контрастом сцены, с настройками фотоаппарата. Человек снимает не так хорошо, у него не так хорошо выглядят исходники, там все выглядит хуже гораздо. И он пытается это лечить обработкой равными. Но это ошибка, надо учиться снимать хорошо, а не лечить обработкой. Потому что сколько не лечи обработкой, во-первых, это долго, дорого, и все равно это не вылечишь до конца. Смотрите, вот это самое важное. И приходите ко мне учиться работать с инструментами приема, то есть, вот со светом, с композицией, со всеми этими делами. Тогда они не будут вас отвлекать от самого главного, от выразительности передачи ощущений. Когда вы владеете, когда вы можете сразу настроить хорошо камеру, получить хорошую картинку, вы будете заниматься тем, что будете ловить, ловить дальше именно результат, от человека, ощущения. Ну и вообще ваша личность очень важная штука. Мне кажется, что в любом виде фотографий, вообще в любой деятельности успех определяется характеристиками вашей личности, содержательностью и опытом. Есть ли у вас внутреннее содержание, насмотренность, внимание к деталям, богатство культурных контекстов, которые вы знаете. Это все очень важно для съемки портретов. Эмоциональный интеллект, то есть самому испытывать эмоции и быть способным показать, видеть эмоции других, распознавать их. Эстетический интеллект, вот красивый задник, красивая модель, как их красиво совместить. Науки коммуникации. Это самое главное. Это вопрос вашего личного развития. А я в свою очередь могу вам дать для этого личного развития платформу. Сейчас мы еще посмотрим картинки, я порассказываю, вопросы позадаете. Основной ориентир при съемке я по экрану смотрю. Если по экрану плохо, экран лучше всего сейчас, только их надо правильно настраивать. Опять же, welcome на курс, научу правильно настраивать экран, чтобы, снимая по экрану, пришли домой и увидели там то же самое, а не что-то другое. Вот, по экрану самое хорошее. Если с экраном все плохо, тогда уже видоискатель, потому что просто на экране не увидеть, из-за солнца или чего-то. Очень часто, кстати, достаточно просто рукой экран прикрыть, и там все вполне видно. Вот, поэтому работаю по экрану, именно по нему смотрю. Современные камеры позволяют такое. Вот. Окей. Поэтому вот мне нравится очень такая фраза, и неважно, это портретная фотография, это фотография какого-нибудь другого вида, если честно, предметная, пейзажная, репортажная. Самая главная фотография, кто есть ты. Если ты хочешь сделать свои фотографии лучше, делай лучше себя. Развивай себя, вкладывай время и силы в развитие себя. Вот. Вот это вот самое главное. Это моя мысль сегодняшняя. Эстетический интеллект, это не к насмотренности. Марина, насмотренность, это когда ты просто много всего видел. Это как опыт. А эстетический интеллект, это когда ты это обдумал, когда знаешь, как это называется. Вот когда смотришь у меня на канале стримы на разные, там, на тему современного искусства, или разные направления, и понимаешь, можешь, ты не просто говоришь, ой, это красиво, это некрасиво. Смотришь, говоришь, вот это вот, а, ну я знаю, ну такое было, там, такое направление, такой-то век, это вот азиатская живопись, там, или еще что-то. Вот этот эстетический интеллект, это все-таки, мне кажется, шире просто насмотренности, которой все носятся, потому что под насмотренностью, к сожалению, люди понимают только смотреть. развивается статический интеллект не только от того что как ты видишь смотришь дан ты должен еще видеть и и оценивать это и раскладывать по каким-то полочкам у себя в голове очень это важно вот так что еще раз самая главная фотография кто-то есть и портрет на конечно тоже вот у меня для вас есть хороший способ развивать вашу бустить вашу личность развитие вашей личности вот это в курс который называется фотография главное вот прям так и написано главное фотографии и он так сейчас секунду вот да вот я покажу его собственно land он пройдет 17 января и там мы будем учиться сразу делать хорошую картинку по всем абсолютно параметрам то есть мы будем изучать свет причем это применимо и к портретам вот эта работа разные учеников видите здесь нету какой-то догма они очень разнообразные и предметные съемки портретные классика и и современная не классика и так далее вот мы будем работать с такими базовыми материями очень важными такими как значит свет сейчас расскажу про цены действительности неправильную цену вам сказали в чате вот какова цена значит без обратной связи до правильно хорошо это без обратной связи стоит 39 вот с обратной связи стоит 44 900 но это пять дней осталась такая цена через пять дней уже она поднимется будет уже 54 900 потому что уже конечно другой курс и другие цены вот и соответственно берите сейчас потому что через пять дней цена будет другая сейчас не обязательно платить всю сумму целиком у нас там рассрочка есть и график платежей удобный вот надо просто взять себе место за столбить чтобы за столбить это место достаточно ввести все свои данные нажать только не ошибитесь а то мы не сможем с вами связаться и вот есть вариант за 4 900 рублей просто забронировать место и зафиксировать цену они потом тоже учитываются то есть они входят в эту стоимость и дальше уже удачный график будет составлен и все меня спрашивают если у меня более бюджетные курсы более сжатые нет потому что давайте я вам скажу правду вот смотрите чему я учу на этом курсе смотрите этот курс длится два месяца по объему часов там 70 лишним часов занятий то есть там есть 8 больших лекций по три часа живую которые делают никак у других записи по 15 там у вас вы покупаете другой курс он стоит там пусть он столько же практически вам там дают 8 10 лекций по 15 минут в записи всех здесь 8 больших лекций по три часа 8 обратных связей тоже по два-три часа где мы очень подробно все разбираем да и куча дополнительных материалов куча заснятой практике это как документальные то есть снятый бэкстейдж и съемок как документальное кино где комментирую показываю работу со светом работу с моделью доступный свет дневной искусственный свет какую-то композиционную работу и позирование так раз есть очень крутое видео больше часа где мы как раз придумаем съемку с человеком там подбираем одежду вот как в разных помещениях его по-разному можно расположить построить кадр все это сделать до оплата европа возможно вот здесь есть ссылка где можно там есть пункт оплату с европой вот есть ссылка где есть информация да лучше бронировать сразу что ну я предупреждал мы же держали у нас цена не менялась уже года и она была очень низкой то есть сейчас давно уже все стало дорогим выросли цены изменился все курс доллара в два раза изменился практически и поэтому сейчас будет вот большое повышение поэтому у вас есть пять дней берите быстрее дальше уже все уже цена станет другой никогда уже назад не вернется вот и соответственно курс этот огромный то есть это 70 с лишним часов если вы учитесь в вузе то 70 с лишним часов это не что иное как целые два семестра обычно там же это все разбавлено и так далее то есть один два семестра обучения и учитесь в целых два месяца рассказать это так хорошо глубоко как я рассказываю за меньшее время не невозможно и результата не будет потому что очень важно в этом курсе не только то что я рассказываю на это что вы потом делаете потом мы проверяем потом вы переделываете все это обсуждается обратная связь и так далее вот экспонометр может вам помочь скорее чтобы понимать свет и контраст сцены я расскажу маленький секрет не надо покупать экспонометр он есть как приложение к телефону просто скачайте себе в телефон приложение экспонометр иногда полезно конечно обязательно вот он нужен только для пленки это не для всех камер а у тех камер где нет стройного но иногда полезно с ним походите просто ценить мы как раз на этом курсе будем учиться широте сцены и снижать эту широту и оценивать ее и там можно будет как раз походить с телефончиком с программы экспонометра кое-что прикинуть и посмотреть вот то есть полезен для анализирования ссылки до далее вот на тарифы там чате сейчас спрашивайте вопросы если есть смотрите тут написано что курс прошли пять с лишним тысяч человек но это уже неправда потому что его уже прошло шесть тысяч человек почти но практически шесть уже это раз это двухлетней давности информации вот дальше на здесь основная идея этого курса в том чтобы сразу без обработки снимать действительно качественные кадры которые похожи на профессиональную картинку из кино из журналов и мы будем говорить обо всех вещах то есть и композиции и о том как снимать предметы о том как снимать портреты какую технику использовать и об искусственном свете доступном в том числе и съемка контента там и о цветах и о свете ну короче это просто просто прям подробнейшая программа для домашних заданий есть практика мы будем говорить о том как работать с человеком в кадре в том числе и позы эмоции раскрытия поз естественности красота вот это все тоже на практике в том числе есть видео где все это показано и рассказано тоже как работать то есть не только теория но и видео практики часто очень важно именно работа с моделью по позированию вот такого нигде не увидите вот ну то что я видел других там это совсем другой клинкор а потом вот видите да мы сняли практику очень крутую показали она там есть ребята которые нас учатся я абсолютно не делаю очень высокая планка или лучше очень хорошо делать но я не абсолютно не зажимаю людей я не учусь снимать как тут правильно там одинаково как я то есть посмотрите насколько разные фотографии это все современно это выглядит так же как и мои портреты да это не выглядит кондом старым каким-то это выглядит достаточно живым свободным от ненужных догм каких-то установок там мне не нравится как человек очень тужится сделать правильную картинку во всем она не выразительна вот эти картинки это работа учеников сделал на время обучения которые потом публиковались тех или иных журналах или каких-то где-то они публиковали вот мне нравится вот так то есть когда это интересно смело и хорошо вот курс подходит всем даже людям у которых абсолютно начинающий уровень с нуля у нас учатся ребята с нуля учатся ребята с телефоном никаких проблем проверено можно все домашки сделать с телефоном пройти она была мне еще раз говорю у меня была девочка из америки которая прошла весь курс телефоном и 1 стела вообще одну из самых лучших курсовых просто не знаю в тройку для меня вошла и курсовая и одновременно на курсе были профессионалы там с 10-летним стажем съемкам там звезд известных всем и а при этом эта девочка с телефоном вообще вышла просто на равных с ними вот но и это не секрет я думаю уже понимаете что сейчас можно и с помощью телефона сделать очень хорошие кадры особенно если как раз вы поступаете так как я учу и как я предлагаю да то есть работаете с позой со светом с одеждой готовите все условия создаете себе условия вот это будет очень хорошо не могу горит подобрать объектив универсальный но на 250 до это кроп но что-то типа 35 миллиметров те надо поискать можно с ручным фокусом кстати но можно с автоматически какой-то fix 35 миллиметров те подойдет вот так что такая история еще у нас на курсе есть специальный вводный курс для тех кто только начинает то есть как только вы запишитесь он где-то за месяц до начала обучения даже чуть раньше открывается и там вся необходимая база заранее записана это как прямо отдельный курс то есть он получается в подарок да и он вам доступен еще до начала физического обучения и там есть всякие базовые лекции очень важные про как раз технические параметры выбор техники вот это все там есть можете это посмотреть сориентироваться узнать базу самую главную выдержку диафрагмы чтобы не путать и так далее поэтому совсем зеленый совсем новичок все равно прекрасно на этот курс пишется у него получится сделать все домашние задания тем более с видео где записано как эти задания я делаю да всегда можно посмотреть как я делаю съемку и просто что-то из этого себе подметить и повторить так будет проще всего ну и плюс обратная связь мы делаем такую что что ну просто не остается вопрос даже чертит не понял или сделал не самым лучшим образом потом после обратной связи уже переделывать всегда понимает всегда вот если первые домашние задания получилось 2 получается гораздо лучше и хорошо вот давайте начало обучения уже 17 января но брать надо сейчас может через пять дней цена поднимется на 10 тысяч рублей то есть сейчас это стоит 45 грубо говоря а будет 55 вот поэтому пожалуйста не тормозите до курса еще два месяца курс идет тоже два месяца если оформить рассрочку то за четыре месяца это получается очень небольшие платежи скромные которые вы легко осилить и вообще без проблем и даже не заметите они пройдут постепенно да мы вам не нужно выкладывать всю сумму сразу вот значит если интересно часто спрашиваю а что у тебя там есть ученики или нет ну вот есть книга такая кнопочка прям можете посмотреть насколько разнообразные ребята у нас учились и снимают и предметную съемку да коммерчески и какую-то контартовые такие вещи прям галерейные и что-то такое коллег под кино портреты да видите насколько разные вот и прям такая кандовая реклама и звезды российские вот такая съемка и все эти люди они учились и абсолютно не ну не в моем обучении она универсальна но не сдерживает тебя вот смотрите здесь контент она снимает для инстаграма в первую очередь товары там людей вот вот вера она замечательная она в америке она снимает у нее куча публикаций реально крутых изданиях и она снимает как ни странно вот такие классические истории как и новорожденных там невест еще кого-то но ей прекрасно помогают то что она узнала про композицию работу с моделью свет цвет и так далее на этом курсе просто супер вот потом вот они смотрите песчанская на какая история наталья мирошина вообще прямо арт свой дело придумала своих таких персонажей свой стиль него совершенно галерейная такая фотография в своем духе не там даже выставки в риме в милане и вот марина андреева смотрите такой заказные съемки контент тоже перс лев полянцев тоже тут разные заказное артовое то ну в общем я это вам показываю если хотите вот на лендинге есть эта информация можете посмотреть какие разные ребята у меня учились какие у них аккаунты какие у них разные стили съемок и вот алиса бородин замечательная мамочка которая прям с роста с нуля пришла ко мне и стала снимать совершенно тимволкеровские безумные картинки со своими детьми и со своим мужем и попала и в журналы и стала вообще там снимать подобные вещи в германии то есть она была просто вот я домохозяйка у меня вот есть дети как мне развлекаться в итоге стала фотографом с прикольными картинками вот 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 так вот это если у кого-то вопрос да если ученики можно ли посмотреть какие ли у разная одинаковые нет я не делаю себя не делаю себя копий каких-то вторичных копий меня я учу людей действительно ходить свой стиль свой подход и делать разную очень картинку разном стиле снимать им дают для этого инструменты вот поэтому еще раз говорю ссылка внизу все приходите на этот курс лучше что с вами может случиться в этом новом году и у вас не будет никаких проблем вы будете знать как настроить фотоаппарат подготовить все условия и сразу получить классную картинку действительно профессиональную как кино как журнале вот этому я учу в со всех аспектов со всех сторон и в плане работы с цветом и композиция построения кадра и работа с моделью эмоции позы действия в том числе и портреты разумеется и конечно экспозиция объем вот эти вот тонкости настройки все это там будет окей так у каждого художника должно да тут много пишут смотрите дорогие мои давайте я сейчас переключусь вот соответственно я и пойду на курс мне кажется меня близко не получится как у ваших учеников вот зря ты так думаешь ты иди делать домашки во все очень просто если ты будешь делать домашнее здание и потом будешь слушать обратную связь и переделывать то что скажут то на выходе курс через два месяца я как минимум несколько картинок будет хороших действительно которые будут не хуже того что он снимает ученики вот так что это не проблема откуда угодно пожалуйста приходите к нам учиться из любой страны из любого мира мы абсолютно открыты ко всем и солидарны можно оформить я думаю надо просто то есть оставьте заявку оставьте заявку на сайте вот скажите что вы хотите здесь напишите все свои параметры и мы с вами свяжемся так или иначе по почте или как то да просто не пропустите вот и придумаем потому что у нас есть способы и за рубежа поплатить заказ и какая-то наша рассрочка в общем решим эту проблему конечно учиться ребята у нас из разных очень мест большой процент это страны бывшего советского союза не только из россии учиться конечно из европы из америки сейчас у меня идет курс очень дружный там куча ребят из европы еще откуда-то вообще никаких проблем значит уроки будут да картинки будут не хуже их них вам вся информация у вас останется то есть останутся мои лекции я прожу лекции вживую но и записи конечно останутся они разделяются на главы и очень классно к ним прикладывается там информация презентация то есть все это очень удобно в личном комитете сохраняется там же сохраняются дополнительные материалы и даю очень большое количество полных материалов то есть там прочитав 8 лекций вот например сейчас прошел курс там было восемь лекций и штук 15 дополнительных видео еще которые можете посмотреть расширить какие-то темы которые затрагивались на лекции прям говорю вот эту тему дальше более глубоко и подробно можешь смотреть действие вот вам еще видео дополнительный материал да в этом курсе еще кроме этой дополнительных материалов классических еще подборки автора фотографов художников там всякий такой материал на посмотреть вот свою на смотренность ссылки там что где смотреть есть списки очень крутые с комментариями самых клевых художников а то у вас которую надо ознакомиться список книжек есть которая стоит почитать вот это вот все выдаются на курсы все остается вашим на два года два года и И в очень удобном виде в личном кабинете лежит. Это абсолютно правильно, потому что, ну, если вы будете записываться перед январе, то цена будет заметно больше. То есть все очень просто, да, вот если ты записываешься сейчас, то стоит 45. Если ты запишешься в январе, то на 10 тысяч дороже, а то и больше. Ну, то есть сами решайте, чтобы записаться, вам не надо платить всю сумму, да. Вы вносите только 4900 рублей. Поэтому лучше внести сейчас 4900, и это просто вы бронируете место, вот и все. И, соответственно, иметь потом цену гораздо дешевле. Вот. Поэтому я рекомендую, конечно, сейчас записывать. Ну, слушайте, во всяких скиллбоксах и прочих, конечно, курсы несравнимы. Во-первых, там только в записи, там нет нормальной адекватной обратной связи. А у меня обратная связь еще в прямом эфире, я все рассказываю, показываю, разбираю. В чате присутствую, постоянно отвечаю. В скиллбоксе вы получаете что-то непонятное, там просто люди начитывают текст, который написал. То есть один написал, другой начитал, именем третьего это прикрывается, все это записано. Обратную связь вообще делают какие-то ничего не понимающие школьники, за копейки нанятые. И вы не вместе с людьми, то здесь курсы идут все вместе, лекции смотрят все вместе. Это события, это прямой эфир, вот как я читаю и общаюсь, отвечаю на ваши вопросы во время лекции. То есть любой может задать вопрос, не только тот, у кого тариф дорогой. Я на него отвечу прямо во время лекции, уточню что-то. Это невероятный экспириенс, это совершенно по-другому работает, эмоционально и по факту, по качеству. То есть я вот эти вот, на мастерскую нет скидок, потому что она уже заполнена практически. То есть у меня есть предел, сколько я могу на мастерскую человек лично, потому что там я лично в прямом эфире проверяю все домашки. И я не могу вести бесконечное количество человек. И поэтому там осталось только пять мест, а сейчас дома еще два месяца до начала курса. И поэтому цена она вот была 100, а сейчас стало уже 150, она просто поднялась, потому что физически ну не вынести. То есть я не хочу кое-как, да, я не буду кое-как проверять. Я проверяю, кто у меня был на курсе знает, что тех ребят, которые у меня на мастерской, я очень на обратных связях подробно проверяю все их ДЗ, все переделки и так далее. Вот, поэтому да, берем, конечно, велкам, дорогие, никаких вопросов. Вот, мое отношение к этому вы знаете. Я беру всех из всех стран, и я человек, который за мир во всем мире, и меня очень бесит происходящее. Вот, я считаю, что люди должны созидать, творить, а никто не должен им мешать это делать. Вот, нас учится много людей из разных стран, никаких вопросов. Вот, страшно плохо фоткать, да, если надо получиться, идите. Вот и я говорю, никаких проблем. У нас нет политики, мы вне политики, никаких политических срачей, ничего такого, все это запрещено. Мы очень хорошо следим за общением, и если какой-то человек там портит атмосферу, или нападает на других людей, или еще что-то, он будет отчислен с курса, убран. Поэтому, никаких вопросов, абсолютно. Да, лук и любовь. У нас вот, да, у нас девушка из Одессы, она просто на этом курсе самая прикольная такая, необычная очень. Вот, мы всегда с удовольствием смотрим, что она делает, обсуждаем. Вот, очень творческая. Она сейчас переехала в Европу, правда, в Европе она живет, но не суть. Прям как раз сменила место, как раз перед курсом проживания. Окей. Страшно деньги отдавать. Я не знаю, что тебе страшно деньги отдавать. Я работаю по белому, я зарегистрирован. Если что-то не так, там, ты не начнешь обучение, то тебе вернут эти деньги, разумеется. Правила стандартные, абсолютно государственные. Все это соблюдается. Мы никого, никого не кидали. Вот. Нам это просто неинтересно. У нас в плане денег, как в любом магазине, да, это все по белому зарегистрировано, и, соответственно, все права покупателя, они остаются. Почти, говорит, полгода кидался Александром. Дмитрий Кораблев записался на курс? Нет, Дмитрий Кораблев куда-то делся. Не знаю. Наверное, он сейчас сидит, обдумывает трагедию, забухает потом. Может, потом запишется. У него, конечно, жуткие фотографии, поэтому, может быть, ему и стоило, кстати, сходить бы на этот курс, научиться экспозицию делать нормальный свет, позы красивые. И совсем пошло бы у него гораздо лучше и с книжками, и со школой его, фотошколой. Вот. Так что так, есть еще какие-то вопросы? Пишите, дорогие мои. Да, мастерская будет заполнена на 100%, поэтому там нет никаких скидок, потому что она переполнена. То есть, на этом, у нас, наоборот, есть случай, когда мы уже не можем взять людей на мастерскую, она просто закрывается. Человек говорит, я очень хочу, я заплачу там полторы цены, только возьмите меня. И мы такие, нет, уже все у нас, вот, если только кто-то вдруг отвалится по какой-то причине, да, там, перед началом занятий, а мы тебя возьмем, а так мы тебя уже не можем взять. Вот такие дела. Единый обычный тариф с проверкой откуратора, а потом уже по обстановке будем смотреть. Три уровня обучения. У меня есть три курса, да, но это первый. То есть, или вы про что спрашиваете? Это первый курс, сейчас начнется в январе. Фотография главная, затем идет от идеи до съемки. Мне даже, кажется, даже по названиям понятно, о чем эти курсы. Фотография главная, это вот свет, свет, композиция, главные инструменты фотографа, чтобы получить картинку хорошую. От идеи до съемки, это как придумывать идеи, готовить, реализовывать съемки. И последний курс, который называется «Фотография как продукт», это уже о серьезном подходе, ваш авторский стиль, может быть, коммерческая ваша деятельность, да, кому и зачем нужна ваша аудитория, ваши покупатели. То есть, серьезные отношения, когда вы уже, вот на первом курсе вы учите делать классные картинки, на втором вы из них делаете уже какие-то серии, съемки уже целостные, и на третьем курсе вы уже это все превращаете, сформируете вот свой личный бренд, свое реноме, и превращаете в некий продукт, и делаете регулярно, и продвигаете, что самое главное, да, людям. Все курсы для всех, да, абсолютно точно. Почему один курс только? У меня вот в январе один курс. Потом за ним спокойненько пойдет второй. В марте. Да? Или в апреле. Какой будет второй курс? Не, а в мае он будет. Вот, смотрите, январь-февраль идет курс, потом в мае начинается второй курс, он идет май-июнь, и осенью, в конце сентября, начинается третий курс. Вот так вот три курса, они с расстояния между ними можно отдохнуть, доделать себе домашки там, освоить, попрактиковаться, и потом уже идти на следующий. То есть, даже пауза для отдыха есть. Кстати, расскажу секрет, я еще делаю такую вещь, если вы... О, вот классный вопрос. Как заплатить и пройти курс, по-настоящему пройти, заставить себя? Ведь все мы знаем, что купить курс, мы сразу теряем мотивацию. У меня не так. У меня живые лекции, живое общение, и вот кто на курсе пускай скажет, что у меня вот как раз не так, как в скиллбоксе. Я сам покупал часто какие-то курсы там в скиллбоксах и так далее, и просто смотрел одну-две лекции и забивал на них. Я понимаю, о чем вы говорите. Но у меня вы все просмотрите и сделаете 80% домашек, скорее, в среднем. Вот. Я вам так скажу. И точно просмотрите и пройдете все до конца. Может быть, вы не успеете там доделать курсовую или домашек, такое бывает. Но вы просмотрите и пройдете до конца. И у меня есть маленький секрет, тоже подарочек для таких, как вы. Мы делаем совершенно уникальную вещь вообще. Никто такого не делает. Значит, спустя два месяца после конца курса, то есть вот курс идет два месяца, спустя два месяца после конца курса мы еще проверяем курсовые домашек. То есть вы можете после курса продолжать что-то доделывать, переделывать, что не успели, возвращаться, пересматривать. И потом, еще через два месяца, мы проверим курсовые работы, домахи, все проверим, что было сделано на тот момент. Таким образом, получается, что, если быть честным, курс идет не два месяца, а четыре практически. Александр супер мотиватор, да, заряжает. Вчера всех зарядил, кто растерял заряд. Да, конечно, понятно, что под конец курса уже бывает. И осенью там депрессии, такие люди ноют, блин, тяжело. Мне тяжело доделать последние домашки. Но у нас классная комьюнити, да, и поддерживают все друг друга, конечно. Уговорили, записался, ну и молодец. Ну, видишь, пройдешь до конца, я не думаю, что у тебя будут какие-то проблемы. Я как раз поэтому и делаю такую вещь. Какие навыки нужно иметь профессионально уникальные, чтобы стать, как я? Кирилл спрашивает. Вот, приходи учиться, и ты узнаешь, какие навыки. Я им, собственно, вот на всех трех курсах я учу всему, что умею, всем областям и навыкам. Я все это рассказываю, показываю, направляю, говорю, где дальше вы можете продолжать развиваться и как, да, ну, в какую сторону. Вот, в принципе, я ничего не скрываю, то есть нет каких-то супер каких-то специальных навыков или скиллов у меня, которые я бы не рассказал на всех курсах, если все пройти. Все, что я вот знаю, все рассказываю практически. У меня есть еще четвертый курс, это отдельный вопрос, там такие прям мета-науки, но тоже рассказываю. Вот, уговорили, записался, ну и отлично. Поздравляю, у нас еще одним человеком больше. Во, классно, кстати, говорит, эту лекцию. Да, сегодня была лекция, кстати, очень, у меня на обучении гораздо более насыщенная информация и структурированные лекции, где идет прям дж-дж-дж-дж-дж-дж-дж, очень много информации конкретной. Вот, и если ты вот эту лекцию сейчас, которая была очень расслабленная, где я, в принципе, рассказывал скорее понятия и тезисы, да, и какие-то материи, то есть я просто сегодня, моя задача сегодня была заставить посмотреть вас по-новому на портрет. И я демонстрировал эту фотографию и мне объяснял. Так вот, ты все равно просидел, все досмотрел до конца и тебе было интересно. Тогда лекции на курсе тебя тем более будешь досматривать до конца и все хорошо. Я художник, записался от идеи до съемки. Ну и отлично, у тебя будет, у тебя, Женя, будет курс от идеи до картины. Ну, то есть, в принципе, не так важно, если ты подготовил, продумал, все, в конце концов, ты это сфоткал или нарисовал. Зачем записываться, если еще два месяца до этого? Я уже сказал, цена просто будет больше. Ну, записывайся потом, нет проблем, я тебя не тороплю. Вот. Запишешься потом, перед началом, перед самым? Никаких проблем. Сейчас просто кто уверен, кто знает, он сейчас записывается уже сразу, все планирует и время свое, и финансы, и постепенно, опять же, заплатить можно. Какой Ким Чен Ир в шапке сайта? Это вы о чем? Не понял. А, еще плюс, да, у вас же в декабре откроется, ну, то есть, если вы начинает, записываетесь, то с первого декабря вы можете уже смотреть предварительный курс там записи, который открывается. То есть, фактически, начинать учиться вы можете уже в декабре, да. Это, кстати, тут я забыл сказать. Курс Александр очень коварный, подсаживает только так, хочется еще. Рассрочка позволяет спокойно записаться на премиум, это замечательно, супер, да. Ну, нынешний курс уже заканчивается, мы уже курсовые работы ждем. В следующую среду я буду смотреть уже курсовые работы ребят, которое прямо заканчивается. Вот. Так, кто еще что спрашивает? Давайте какие-нибудь вопросы еще есть. Где родина, у меня пальцем тыщет, это китайская. Ну, это хитрый плакат, это не Ким Чен Ир, это у меня действительно на страничке есть. Это один мой ученик нарисовал такой плакат. Если посмотрите внимательно, это техника реального коллажа, то есть, это прямо вырезано, наклеено и сфоткано. Это стрела, как у Дэвида Боуи, костюм с рукой, это как у дяди Сэма американского, так что это скорее американский плакат. Сзади там солнце такое или японское, не знаю, и поля. И написано, что любовец можешь ты не стать, но развиваться ты обязан. Вот. Это было задание, связанное как раз с коллажем, и человек сделал такой коллаж. Во. Ну, это прикольно, мне нравится. Смотрите, надо брать, через пять дней цена повысится, так что берите, нажимайте кнопку «Хочу» и вперед. Пока еще очень выгодно и хорошо, записывайтесь. Сейчас 4 900, дальше договоримся, и вы про срочку спокойненько, плавненько заплатите, вообще нет проблем. Да, это дядя Сэм, поэтому это не совсем кемчаным, но такое вот творчество, кстати, тоже творческий подход к портрету в оформленном виде плакатного коллажа, со мной в главной роли выполнил. Вот ученик на одном из заданий. И вы можете что-нибудь прикольное сделать. И я все использую. Все лекции смотрю, и все до конца, и все безумно интересны и информативны. Что значит про фото зоны? А спроси еще раз storyboard. Если человек занимается фото зонами, какой курс подойдет? В первую очередь вот этот первый. Потом, может быть, второй. Значит, первый курс почему подойдет? Потому что, если создаешь фото зону, то встает вопрос композиции, света, контраста сцены, как все это сделать, так, чтобы с нее сразу классные фотки получились, чтобы люди там красиво выглядели. И это с фото зонами, это абсолютно точно, в первую очередь, первый курс. Именно само ремесло самое главное, чтобы хорошая была картинка. Второй курс же, он чем хорош? Там можно придумать разные съемки, и, соответственно, креативность, придумывание идей. Там можно придумать и фото зоны какие-то новые. Это второй курс. Ну, тебе сейчас лучше на первый сходить, чтобы твои фотозоны были качественнее, чем у других. С них картинки лучше получались. У меня старенький зеркальный фотоаппарат. Есть ли для курса покупать новый? Да нет, особенно. Вы начинаете, а там поймете. Но, если что, всегда можно купить самую дешевую беззеркалку, типа Sony Next там, и к ней какой-нибудь фикс-то. И, как бы, если она будет удобнее, по экранчику вам снимать. Но ваш текущий фотоаппарат абсолютно спокойно подойдет. У нас у половины учеников зеркалки, не все бегут покупать новые фотики только ради курса. И все, они прекрасно снимают, все получается нормально. Вот правильно сказал Дарь Тиф, он молодец. Он прям за меня отвечает на вопросы, причем толково, как надо. После курса в практике поймете, какой фотик нужен, проверен на себе. Вот. То есть пока поснимаете тем, что есть, главное знание получить. Надо же сперва научиться водить, а потом машину покупать. Не наоборот. И тогда уже купите, что надо. Но если что, Next всех спасает, супер дешевый с Авито. Вот. Пример курсовой. Ну, увидите, вы приходите на курсы, узнаете. Ну, курсовая – это целая съемка. Она собирает в себе все, что вы учили на занятиях. То есть на каждом курсе курсовая сделана так, что, делая домашки, вы постепенно создаете кирпичики для будущей курсовой. Потом вы все эти домашки складываете вместе и делаете вот эту главную съемку, и у вас уже все есть проработанное. То есть курсовая съемка – это во многом такая мега поздно, ну, по итогам всего, в учении всех домашних историй, где вы все проявите. То есть в случае, вот, например, этого курса у вас будут задания отдельные, связанные с композицией, светом, позированием, еще чем-то. А на курсовой съемке вы соберете все это вместе, сделаете портретную серию, аудиторию, крутую, в которой все это будет вместе. И цвет, и свет, и позирование, и композиция. Так вот это будет выглядеть. Можно как-то сделать ссылку, чтобы скопировать? Не очень понял. Ну, так вот, мы же ссылку уже послали. Ну, она, если что, в описании видео на YouTube останется внизу в комментариях. Я сделаю. Вот ссылка. Вот, только P я сейчас уберу. Вот главное, да, фотография. Просто медведев фото.ру, главное. Вот она там внизу сейчас видна. Очень хорошо. Очень хорошо. Так что вот так вот. Покупай машину, пока учится, а то подорожает. Ну, такой, может быть, подход, в плане, чтобы она у тебя просто стояла, потому что цены растут. Это немножко другой разговор. Но ты же не садилась за эту машину, пока не научилась водить. То есть, надо сперва научиться водить, а потом на дорогу выезжать. Иначе будут проблемы. С пленкой на курс? Ну, можно. У нас было несколько таких страдальцев, которые с пленкой проходили. Но тебе придется бегать, проявлять, побыстрее сканировать. Домашние задания у нас идут с ритмом в неделю. То есть, каждую неделю у нас новые лекции, ты получаешь новое домашнее задание. Сдать его надо через неделю. У тебя есть неделя, чтобы спокойно выполнить домашнее задание. Но за неделю его надо выполнить. Если ты уложишься в такой ритм с пленкой, ну, нет проблем. Вот, да, учились ребята с пленкой. Можно даже с кисточкой. Учились аниматоры. Не знаю, как в программах человек выполняет анимацию. 3D учились. Парикмахер учится, значит, он с ножницами на курсе. А вот с пленкой можно и с чем угодно. Приходи, не бойтесь. Совсем впишетесь. Процесс выстроен очень разумно. И проверяя домашнее задание, я всегда делаю скидку на обстоятельства человека, на его конкретный уровень, на его специфику. Если человек, допустим, делает видео, я, соответственно, даю обратную связь, исходя из того, что это видео. Если он делает картины, рисует или в 3D, то я делаю обратную связь, исходя из этого. Никаких проблем. А домашки у меня такие хитрые, они так сделаны, что можно их сделать очень по-разному. Можно и с фломастером. Да, вот прям правильно сказал Андрей. Светлана Левохина. Видите, мы видим ваш заказ, с вами свяжутся. Все хорошо. А сложные домашки? Да не, ну домашки можно сделать всех. Я скажу в секрет, так не надо, это плохо. Но все домашки можно сделать, не выходя из дома. В принципе, если проявить смекалку. Были люди, вот у меня учились люди, которые все домашки выполнили у себя в квартире. Но это не самый максимум, что они могли. То есть для курсовой работы все-таки лучше выползти, потому что нужно в том числе несколько локаций. Но абсолютно точно сможет снять в своем городе, в своем районе, в каких-нибудь там помещениях, которые вам доступны бесплатно, рядом и так далее. Никакой проблемы. Расскажите пример домашки. Ну господи, приходите на курс. Давайте я всю лекцию расскажу. Неужели вы не понимаете, что... Ну вот у меня есть лекция на 3 часа про классические схемы света, а потом еще лекция на 3 часа про современную работу со светом, всякие эффекты. И вот я рассказываю 3 часа про классический подход к свету. Я рассказываю классический картинный объемный свет, я рассказываю гламурный свет яркий, и я рассказываю драматичный свет там. И потом домашки так и сформулировано. То есть вы должны сделать кадр с таким светом, который был рассказан в течение часа, показан в проект подробно, в картинках, вариации, как надо, как не надо, в чем суть, почему он такой. Вы должны сделать там плюс определенный отчет, там бэкстейджи показать, как вы это снимали. С доступным и с искусственным можно, да, повторить эту историю. Потом с другим светом, потом с третьим. Вот я вам сейчас это объяснил. Вам это как-то поможет? То есть, пожалуйста, домашка, драматичный свет, там это, домашка, фактурная картинка, там цвета и текстуры там собраны, и так далее. То есть домашки по композиции, там субъективная композиция, интересные решения, показать банальное событие, там стольки-то необычных субъективных ракурсов, вот, там такая композиция, сякая композиция, да. То есть домашние знания достаточно большие, там много разных небольших упражнений, которые все соответствуют структуре лекции, собственно, тому, что рассказывал. Я первые домашки делал из больницы, все реально, да. Постоянный цвет, цена космос, курс дешевле. Ну, разный бывает постоянный цвет. Не люблю домашки, поэтому уточняю. Ну, не любишь – не делай. Или посмотри, как другие делали, потом делали. Есть куча хитростей. Можно их не делать, посмотреть, как другие сделали, и потом уже быстро и налегке скопировать чужие решения и находки. У нас же много очень, у нас много учится людей, поэтому в этом потрясающая сила курса. Вы видите не только свои ошибки, свой опыт, свою домашку, да, и обратную связь на нее. Вы видите, как еще сотни людей сделали то же самое в разных условиях, за разный бюджет, и так и эдокс, и хорошо, и плохо. И все это разбирается, и структурируется. И вы таким образом получаете опыт не одного человека, а опыт десятков, десятков людей одновременно. И это очень круто. То есть, как ни странно, индивидуальное обучение дало бы меньше эффективности, меньше опыта вам, чем такой курс с кучей людей, которые выполняют одни и те же домашки, но при этом чуть по-разному. Это прекрасный спектр. Там прямо все становится видно и понятно. Вот как удачно, как неудачно, какие грабли все наступили, и нужно их обходить стороной, какие основные проблемы. Я потом, когда делаю разбор домашек, я прямо даже хит-парады готовлю. Самая популярная ошибка такая-то. Она была у половины людей. Вот посмотрите примеры. Чтобы избежать, надо сделать вот это. Так что все отлично. Еще, да, купить курс можно ради болталки. У нас очень круто разделено. У нас есть основной канал, где все только по делу. Там лекции, анонсы, и вы задаете вопросы только по делу, по темам лекции ко мне. И в основном я отвечаю. А есть болталка, где еще все сидят и общаются каждый день. Там можно что-то спросить у людей. Там можно автопик всякий, обсуждать разные темы. Какие-то ссылки давать мы не запрещаем. И так далее. Облючение можно и с домашними лампочками. Были люди, которые дома колхозили, они вешали тряпки, они брали настольную лампу там, ей через картонную, светили через картонную трубку, Рембрандта пятно на лицо, еще каким-то фонариками подсвечивали. То есть использовали, много людей используют не профессиональное оборудование, а сугубо бытовые вещи. Всякие лампы разные, там фонари, тряпки, картонки. И у них при этом получается очень сносная картинка, за что главное понимать. Когда у вас есть понимание, как это сделать, это можно и заколхозить. Как раз вот этот раздел колхоз, он отдельно интересный. Многие присылают свои бэкстейджи, как они заколхозили. Вот. И это неплохо. Приходите, научитесь. Старт курса 17 января 24 года. Курс длится 2 месяца. Лекции по средам в 19.00. Всегда в 7 часов в среду лекция. 3 часа. Она длится перерывами, конечно, по 10 минут. То есть час, перерыв, час, перерыв. Все нормально. Вот. Обратные связи по понедельникам в 20.00. Где-то 2 часа длятся, поэтому начинается чуть позже. Вот. Ну, еще бывают там какие-то дополнительные материалы, трансляции и так далее. Холодок, да, молодец, говорит. Я платил меньше, потому что надо было брать заранее. Ну, ладно. Нет, смотрите, болталка, она, не надо платить за нее 150. На нормальном срезе, вот, тарифе, на любом тарифе болталка вам доступна. Все нормально, не переживайте. Можно заплатить за болталку столько или столько и болтать, сколько влезет. Более того, люди с любого тарифа могут задавать мне вопросы в прямом эфире. У других не так обычно. И на обратных связях тоже доступны они всем. Просто те, кто на старшем тарифе, там я сам лично проверяю все домашки в прямом эфире прям полностью. Все, вот и до. Да, и я помню этого человека, я понимаю, что он делает, даю ему советы, исходя из его. То есть людей, которые идут у меня на мастерской, я прям курирую. Я вот их знаю лично, да, понимаю их лично. И что у них там, как, что они сделали, не сделали. Это важно. Да, вот, можно сидеть болталку. Ну что, есть еще какие-нибудь вопросы? Итак, дорогие мои, подытожу сегодня. Во-первых, приходите на курс, там круто, у вас осталось 5 дней до повышения цены, обязательно успейте. Еще раз, не надо сейчас платить, надо просто оставить заявку. Все, дальше договоримся, рассрочка, все дела, все удобно. Это раз. Во-вторых, мы сегодня узнали потрясающую вещь. В каком смысле всему? Мне говорят, я не понял, мы научимся всему на этом курсе. Вы научитесь всему, что написано здесь. На лендинге этого курса. То есть, у меня есть другие курсы, там другое. Вот все, что написано по этой ссылке, вот почитайте ссылку в описании на лендинг, да, все, что вам там обещают. Вы всему научитесь. Свет, композиция, вот это все, вы научитесь. Есть еще другие вещи, другие курсы, но о них потом, да, то есть они, это отдельно. Вот что у нас на этом курсе будет, да, у нас будет там шикарное вводное занятие, приоритеты и подход, как вообще выстраивать качественную картинку и получать и так далее. У нас будет занятие один, оптика, экспозиция, контраст, объем, и, собственно, здесь об оборудовании говорим. У нас будет цвет, и его все, что можно с цветом. И теория цвета, и как с ним работать, и сочетание, и с художественной частью, физической, баланс белый, все вообще. У нас будет классический свет, у нас будет современный свет, там куча всего, чего только я вам не покажу, не расскажу, какие интересные приемы, необычные решения. То, чего обычно вообще не рассказывают. У нас будет композиции построения кадра. Опять же, и классическое понимание, как старперская классическая, хорошая такая, добрая композиция. И современная, смелая, нарушающая правила, но со своими приколами, со своими методами. У нас будет вот все про человека в кадре. Поза, эмоции, внешний вид, как снимать людей, работать с людьми и так далее. И у нас будет круто предметная съемка, реклама товаров, то есть специфика предметов. Есть специфика человека, лекция, есть специфика предметной съемки. Вот, столько, вот это все будет. Плюс куча дополнительных материалов, обратные связи по каждой домашке и так далее. Вот, это то, чем мы учим на этом курсе. Есть курсы с другими темами. Например, коммерция, как деньги зарабатывать, продавать и так далее. Это другие уже курсы, забейте. Но вот все, что здесь написано на этом ленде, я рассказал, всему этому, да, научим никаких вопросов. Композиция, да, экспозиция, да, там, оборудование, да, свет, да, работа с моделью в кадре, да, предметка, да, вот все будет. Можно и кусь, да. Американский Запад, фотопроект, да, это крутой был, у меня сюда Авидона, видимо, это круто. Но это база, да, которая... Тусовка пофиг, говорит РТИФ, но я проходил курс без опыта, болталки мне подсказали и помогали. Да, смотрите, болталка хороша еще тема, мне обязательно в ней болтать. Болталки можно пользоваться по-разному, можно вообще ее выключить, не смотреть, чтобы не отвлекало. Потому что там ребята бывает в день там по 500 сообщений напишут. Но можно делать очень просто. Можно просто дописать болталке какой-то свой вопрос к людям, да, к людям, ко всем, там, про модель, про съемку, про какой-то тихиминутный вопрос. Вдруг у вас там сейчас вот вы что-то делаете, непонятно стало, там, снимаете домашку. И там достаточно быстро отреагируют и ответят, да, и вы увидите именно вам ответ, вот и все. И можете остальное даже не читать. Можно и так. По-всякому можно использовать. Ну все, дорогие мои, все, всех обнял, всех полюбил. Спасибо. Да, ну это, вообще рассрочка это не проблема. Запишись на самый дешевый, дешевый вариант курса и рассрочку постепенно вытянешь. Тут нужно это. Вот. И еще раз подытожу. Значит, смотрите, моя главная мысль сегодня была, дорогие мои, портрет это не вот эта узкая фигня, типа изображение лица, кадрированное без всего лишнего, с определенной экспозицией и так далее. Нет. Портрет это в целом любые виды практически снимков, да, нацеленные на рассказ о конкретной личности, конкретном человеке. Как бы там, вы можете портретной серии запросто использовать и со спины кадры нерезкие, силуэтные, какие только не использовать. То есть портрету не надо себя ограничивать, да. И в портрете главная выразительность. И есть тут куча инструментов, в том числе и свет, и цвет. Вот смотрите, здесь композиция определенная, цветовое решение, да, одежда сочетается с эльфом, свет решение. И все эти инструменты можно использовать для создания хорошего портрета. Да, то есть портрет, это не только изображение лица. Можно его, и это тоже портрет, даже где человек спиной, в целом вот эта серия, это некий тоже портрет, да. И именно такое людям будет наиболее интересно и будет их задевать, потому что это содержательно, это эмоционально, это разнообразно, это интересно смотреть, интересно разгадывать, интересно чувствовать, ощущать и что-то о человеке узнавать через такие съемки. И вот я проповедую такую школу портрета, то есть для меня, в принципе, вся фотография с людьми – это портрет. Я стараюсь рассказывать о людях вот так, а не как-то очень, то есть не сужать свое понимание до очень узкого-то однотипных кадров, а наоборот расширять его максимально до тех пор, пока уже не появляется что-то, что даже уже не назовешь портретом, просто свое, да, стиль в себе, абсолютно своя, вот какая-то манера снимать людей, которые есть как раз ценное. И художественно это будет ценность, у вас такая появится манера, да, которая не похожа на других, которая разнообразна, интересна, необычна. И это будет ценно и коммерчески, если вы захотите. И людям будет интересно прийти к вам и получить что-то такое, да, интересна, разнообразна с какими-то, вот, такое что-то получить, а не какую-то однотипную фигню в студии, пускай там прям вот фотошопленную, яркую и так далее. Кстати, какой-то очередной там блогер или кто-то там, не помню где, в каких-то чатах, он сказал, что у этой картинки провалены глаза, вот. Вот про экспозицию все был разговор, что вот я себе позволяю экспозицию темнее или светлее, чем надо. Вообще-то, если вы посмотрите, тут все очень хорошо видно, просто это темное. То есть, как раз есть разница, можно делать светлее или темнее, контрастнее или мягче, но не проваливать, это немножко другое. Мы вот узнаем эту разницу на курсе. То есть, провалены, это прям вот как тут черные куски ушли, да. Это просто темный ключ, но здесь все очень хорошо видно и очень круто видно. Вот. А есть и, наоборот, яркие картинки, да, где все яркое. Вот, смотрите. Это светлый ключ. Здесь, наоборот, практически вылетает, но не совсем. Да, взгляд и угадывается, это круто. То есть, смотрите, не бойтесь, можно делать и светлее, можно делать и темнее, ничего плохого там нет. Кстати, это все натуральные блюки, многие такие пытаются шопить, а это просто, расскажу на курсе, как солнце ловить, это реально натуральные блики от солнца в оптике. Мне кажется, никакой фотошоп не сделает так классно, как натуральные блики. Да, главное камин с елкой сзади. Вот, вот такая вот история, дорогие мои. И очень важно для меня сегодня было, да, самому даже это осознать, что мое понимание портрета выросло из того, как я снимал репортаж и жанр на заре, прям 20 с лишним лет назад, когда я только начинал фотографировать, я смотрел на мир просто в целом, да, не разделяя пока там на портреты, не портреты, и фиксировал что-то, и вот оттуда и выросло мое понимание портрета, вот такое, которое в первую очередь важно, где важна эмоция, выразительность, энергия, а не какие-то правила там, вот, что законы жанра, то, что называется, и вот это вот все, камины там, да, вот, хорошо. Ладно, все, всем сердечки, люблю всех, давайте я тоже вот тут, на вот этой замечательной ноте мы закончим, вот, и я вас жду на курсе, и там будет классно, все, что я могу сказать, там будет здорово, вот такие дела. Если еще какие-то вопросы, внизу есть ссылка, читайте ленд, у вас есть 5 дней, чтобы по очень хорошей цене, на 10 тысяч дешевле, чем он стоит, на него попасть, дальше все, цена скажет прыг, и уже он будет стоить, как у всех, вот такие дела, все. Какое время доступны лекции будут? Ну-ка, сердечко работает или нет? Что-то плохо он распознает сердечко, на темном фоне, может, распознает. Не, вообще отвратительно. Вот так вот. О, сработало, смотрите. Все, еще есть вот такие жесты, такой жест, вот, такой жест. Эй, что он мне показывает? Что-то плохо у него с большим пальцем тоже. Ну, короче, большой пальцем еще показывает, типа. Вот, да. Шарики, да, где шарики? Мой эфир, моем пути, становление как фотограф. Кстати, Светлана, у меня есть, посмотри на, у меня на канале есть, недавно был там, как торвать задницу, он называется, и заработать миллион долларов на квартиру. Элисинстия, это как раз очень автобиографичная история, там практически с самого начала я рассказывал. Это просто название такое кликбейтное. Вот, поэтому сделай. Окей. Вот, поэтому портрет это, ну, не то, что большинство пытается донести и сказать. Портрет это именно что-то такое про ощущение, про, это гораздо сложнее и шире. Вот, можете это понимать, гораздо шире, это хорошо, это здорово. Это делает фотографию снова интересной, разнообразной, потому что в тупом понимании это вот не рассетки генерят эти портреты. Вот, а в нашем понимании как раз, да, кривое понимание портрета, это самое классное. Все, пока-пока, увидимся на курсе, 17 января уже стартует, записывайся сейчас, у тебя 5 дней, пока еще скидка. Лучше, что с тобой может произойти, просто гарантирую, нигде нет такого обучения, с такой обратной связью, с таким сообществом, да, такой коммуникации, ответ именно на вопросы каждодневные и так далее. Это просто суперски, оно того стоит абсолютно точно. И ты изменишься, у тебя будут другие работы и совершенно другой взгляд на все, и прогресс твой не закончится только на этом курсе, и после курса ты продолжишь развиваться. Даю хороший, хороший стартовый пинок и направление, человек сможет и дальше развиваться много лет. Субтитры создавал DimaTorzok